Толик шел бесконечными лестницами и коридорами, которым, казалось, никогда не будет конца. Точнее, его вели. Не под конвоем, разумеется, сопровождающий был в штатском, но все равно вели. И это повергало Толика в состояние тоскливой прострации. Толика изнутри грозная контора выглядела довольно безобидно и вполне могла бы сойти за какое-нибудь министерство или главк, если бы не этот безмолвный сопровождающий с индифферентным лицом и не эти металлические сетки в лестничных пролетах. Доброжелательный следователь вот уже час водил от упевшего Толика по кругу одних и тех же вопросов, от которых свербило в желудке и раскалывалась голова. Скажите, а кому принадлежит идея выпустить сам издатовский журнал за проволокой? Вы обещали задавать такие вопросы, на которые я мог бы ответить односложно. Да или нет? Хорошо, я поставлю вопрос иначе. Инициатором этого издания был Евпатий Воронцов? Не знаю. Глупо. Вы не можете не знать. Вы же были одним из авторов журнала. Итак, Евпатий Воронцов? Ну, допустим. Такой ответ может иметь широкое толкование. Давайте конкретнее. Да или нет? Нет. Ну, да. Значит, Евпатий Воронцов. А кто еще входил в состав редколлегии? Я же предупредил. Развернутых показаний я давать не буду. Вы ведь, кажется, отказник? Три года пытаетесь выехать за рубеж на постоянное место жительства? Ну и что? Ничего. Просто личное любопытство. Итак, вы не желаете назвать имена членов редколлегии? Не желаю. Тогда я сам назову. А вы только засвидетельствуете, ошибаюсь я или нет. Аглая Воронцова? Нет. Подумайте как следует. Ложные показания могут обернуться против вас. Я же веду протокол. Итак, Аглая Воронцова. Ну, предположим. Ваши предположения меня не интересуют. Мне нужен исчерпывающий ответ. Принимала ли Аглая Воронцова участие в создании журнала? Ну, да. Игорь Федоренко? Да. Лариса Федоренко? Да. Расплылось и исчезло лицо следователя. Обмякла и обесформилась комната. Стушевался за оконный пейзаж. Толик снова шел бесконечными коридорами в сопровождении анонимного паренька с незапоминающимся лицом. Он не слышал хлопанье дверей, треска пишущих машинок, не слышал даже стука собственных каблуков. Все шумы исчезли. В гулких коридорах метался только его собственный голос, искаженный до неузнаваемости, точно записанный на магнитофонную пленку и размноженный тысячью динамиков. Да, 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 да Толик влетел в квартиру встревоженной и расхристанной. Воротник плаща заправлен внутрь. Конец шарфа волочится по полу. Из кухни выглянули две пожилые соседки – Эмма Григорьевна и Зинаида Михайловна. Молодая соседка Нина, разговаривавшая в коридоре по телефону, вжалась в стену. Не обращая внимания на любопытствующих, Толик стремительно проскочил к себе в комнату. Тетя Вера, конечно же, была дома. Толик знал, как она провела эти шесть мучительных часов в ожидании его возвращения. Бесцельно слонялась из угла в угол и смолила одну папиросу за другой. В огромной пепельнице топорщилась целая гора окурков. «Тетя Вера!» Толик беспорядочно метался по комнате, по нескольку раз заглядывая в одни и те же места. «Тетя Вера, где у нас чемодан? Ну этот здоровый, рыжий! Мне нужно срочно вывезти все мои бумаги!» Чемодан обнаружился на гардеробе. Толик стащил его вниз, вывалил прямо на пол все его трепешные внутренности и стал сгружать в чемодан рукописи и перепечатки, грудами валявшиеся на письменном столе. «Толик, может, все-таки расскажешь, что там было? Я же весь день на волокордине. С тобой беседовали?» «Беседовали, беседовали!» Толик продолжал лихорадочно заполнять чемодан бумагами. «Некогда рассказывать! Каждую минуту могут приехать с обыском!» Сейчас тетя Вера являла собой образец рассудительности и спокойствия. «Что за чушь? Сначала вызывать на допрос, а потом устраивать обыск? Обычно бывает наоборот». «Но откуда тебе знать, как обычно бывает?» Толик раздражался все больше. Переполненный чемодан не желал застегиваться. «Как будто ты полжизни провела в подполье! Твоя девичья фамилия не засулич!» «Я руководствуюсь элементарной логикой. Если бы они хотели застать тебя врасплох, они бы тебя никуда не вызывали!» Наконец чемодан защелкнулся. Толик пристально посмотрел на него и вдруг кинулся к окну. Двор был пуст. Только на площадке, покрытой жухлой травой, древний старичок выгуливал пуделя. «Черт! А если за мной слежка? Они же сцапают меня у подъезда!» «Нет, это надо спрятать где-то в доме». «На чердаке. Там, говорят, сыро и грязно, и воняет дерьмом. Нужно быть очень большим романтиком своей профессии, чтобы проводить обыск на нашем чердаке». В дверь аккуратно постучали, в комнату заглянула Эмма Григорьевна. Эмма Григорьевна смотрела на Толика преданными глазами. «Толичка, Иван Васильевич просится в туалет. Вы не могли бы его проводить? Коля сегодня в дневную, так что вы у нас единственный мужчина». За долгие годы, прожитые в этой коммуналке, Толик отлично усвоил, что означает проводить Ивана Васильевича в туалет. Это значило взвалить грузного старика на себя и переть его до самого унитаза. «У мужа Эммы Григорьевны вот уже несколько лет были парализованы ноги». «Держите меня за шею, Иван Васильевич!» Толик расстегнул на старике ремень, спустил с него брюки и, наконец, водрузил его на унитаз. «Так, главное дело мы сделали. Ну, а нюансы — это уж вы сами». Выполнив эту милосердную, но малоприятную процедуру, Толик прикрыл за Иваном Васильевичем дверь и повернулся к Эмме Григорьевне. «Эмма Григорьевна, пять минут Иван Васильевич поразвлекает себя сам, а я на это время отлучусь, если позволите». «Толечка, ну вы уж обязательно. Сама-то я его не дотащу, так уж, пожалуйста». «Не волнуйтесь, Эмма Григорьевна, одна нога там, другая здесь. Поспею как раз к самому финалу». Поднять чемодан на чердак вручную оказалось не таким уж простым делом. Промучившись минут пять, обозленный и раскрасневшийся Толик вспомнил наконец о веревке. Все-таки тетя Вера дает иногда вполне здравые советы. На чердаке было сыро и неуютно, под ногами хлюпало, в затхлом мраке что-то ворочалось и сопело. «Кошки? Откуда здесь кошки? Тогда, может быть, привидение?» Толик вздохнул и принялся за работу. Он уже успел поднять чемодан примерно до середины чердачной лесенки, когда внизу на площадке негромко щелкнул дверной замок. Чемодан грузно шлепнулся на пол. Толик мгновенно подобрал веревку. На лестничной площадке целовались двое. В паузах мужчина басовитый как шмель гудел что-то нежное на ухо своей подруги. Та отвечала ему задыхающимся раскаленным шепотом. Из-за полупритворенной двери доносилась музыка, хохот, громкие выкрики, шел апофеоз семейного праздника. Толик сидел на чердаке и молча переживал. Но спустились бы на этаж ниже, зачем им под самой дверью-то? Наконец то, чего он так опасался, случилось. Двое целующихся заметили чемодан. Через несколько секунд на лестничную площадку вывалилась вся вечеринка. Кто-то позвонил в дверь к соседям напротив. На площадке стало совсем темно. Чемодан валялся в центре толпы, беспомощный, как раненый кабан, не имеющий силу драть от глумливых охотников. разговоры шли в неприятном для Толика направлении. А что вы думаете? Очень может быть. В соседнем подъезде композитора обокрали. Причем среди бела дня. Ой, ну они сейчас шруют в открытую, под вином сантехников или электриков. Нет, ну зачем они приперли чемодан сюда, на верхний этаж? Приперли и бросили. Может их кто-нибудь спугнул? Ну с чемоданом то удирать несподручно. Или хотели спрятать на чердаке? Два десятка любопытных физиономий обратились к черному квадрату чердачного люка. Толик беззвучно прянул в темноту. Теперь он не видел говорящих, а только слышал их голоса. Но это никак не прибавляло ему спокойствия. А может они на чердаке спрятались? Пережидают пока мы уйдем. Мужчины, вы бы слазили, проверили? Не надо. Сережа, еще чего? А вдруг их там человек десять? Да еще вооруженные. А может это и не воры вовсе? Может наоборот чего подкинули? Труп какой-нибудь? Или бомбу? Ой, ну ты уж скажешь. Но все равно надо позвонить в милицию. Люб, отзвони в местное, по 0-2 не дозвонишься. Толику стало дурно. Он на секунду представил себе, что будет, если сюда и впрямь нагрянет милиция. Черт, как непротивно придется обнаруживаться. Минуточку, товарищи! Толик с проворством молодой белки пролетел по всем лестничным перекладинам. Нет никаких причин для беспокойства. Это мой чемодан. Я живу на восьмом этаже. 64-я квартира. Он попытался улыбнуться широкой и, как ему казалось, самой обезоруживающей из своих улыбок. Улыбка получилась мучительной и фальшивой. Так улыбались иностранные шпионы в отечественных детективах 50-х годов, когда их припирала к стенке доблестная советская разведка. Понимаете, затеял вот ремонт на даче, ну и собрал на чердаке всякий хлам. Пакли, доски, железки. Там ведь у нас чего только нет и все валяется без пользы. Так что, извините, что напугал. Толик рывком оторвал от пола свой неподъемный чемодан и, забыв про лифт, стал спускаться по лестнице. Далеко уйти ему не удалось. Закон подлости сработал вторично. Шаркнув о стену, чемодан открылся. И все оставшееся пространство лестницы заполнила шуршащая бумажная лава. Жильцы молча наблюдали, как по лестничным ступенькам сползали последние запоздалые листки. Никто не пытался комментировать происходящее. Толик с ненавистью взглянул на собравшихся и принялся запихивать бумаги обратно в чемодан. Эмма Григорьевна ждала Толика у входа в квартиру. Спекшаяся личика ее не выразила ни малейшего удивления, когда она увидела Толика почему-то спускающимся сверху, да еще с гигантским чемоданом. Но Толик понял, что этот парадокс никак не прошел мимо ее внимания. Караулит. Господи, ну что за страна такая? Ни у кого никакой личной жизни. Каждый стремится заполнить свою пустоту жизнью соседа. Всем до всех есть дело. И возникает иллюзия съединение. Толечка, слава Богу, а то я уже начала беспокоиться. Мы же с Иваном Васильевичем без вас как без рук. И снова Толик тащил на себе Ивана Васильевича. На сей раз из туалета в комнату. Тот обнимал его за шею и вертел головой по сторонам, как избалованный ребенок, привыкший к тому, что с ним обязаны возиться, и не обращающий на опекунов никакого внимания. Громадное вам спасибо, Толечка. Суетилась сзади Эмма Григорьевна. Вы позволите обратиться к вам еще раз, если понадобится? А то у Ивана Васильевича понос. Уже не знаю, чего он такого съел. Разумеется, Эмма Григорьевна. Какие проблемы всегда к вашим услугам? Мы ведь не сильно обременяем вас, правда? Эмме Григорьевне не терпелось узаконить свои претензии на будущее. В конце концов, вы человек умственного труда. Физические упражнения вам только на пользу. Это правда. Я вам даже благодарен. Если бы у Ивана Васильевича не случился понос, мне бы грозила полная атрофия мышц. Не получилось. Там наверху какая-то свадьба или проводы. Все выперлись на площадку и стали пялиться на чемодан. В общем, сорвалось. Толик, а может ничего страшного, а? Пусть все идет, как идет. Ну, будет обыск. Насколько я понимаю, в твоих произведениях нет ничего такого криминального, что ли? Откуда тебе это известно? Ты уже второй месяц мусолишь мой рассказ и все никак не можешь его дочитать. А вдруг я новый Радищев? Ну, ты же знаешь, у меня постоянное давление. Я не могу по многу читать. Глаза очень устают. А читать по ночам марксистские брошюры у тебя глаза не устают. Хочешь, я тебе скажу, что лежит у тебя под подушкой? Сказать? Анти-Дюринг. Не забывай, что я всю жизнь проработала на кафедре марксизма-ленинизма. Это мой рабочий материал. Но ты понимаешь, ты понимаешь, что человек, читающий по ночам Энгельса, подлежит срочной психиатрической экспертизе. Это же аномалия. Толик, ты сам всегда говорил, что человек свободен. Почему же тебе хочется, чтобы все думали так, как ты? Ты веришь в одно, а я в другое. Это-то и ужасно. Мы с тобой антиподы. До какого кошмара мы дожили, если родная тетка мой политический антипод. В телефонной будке Толик лихорадочно шарил по карманам, выгребая из них последнюю мелочь. Аппарат прилежно сглатывал монеты. По ту сторону провода напряженно молчали. Алло! Кто это, Игорь или Лариса? Алло, вы меня слышите? Ответьте же что-нибудь, это Толик Парамонов. Опять молчание. Слишком живое и выразительное для того, чтобы быть технической неисправностью. Толик беззвучно матерился, швырял трубку на рычаг и снова принимался искать очередную двушку. Алло! Это Борис? А можно попросить Бориса? Скажите Анатолий Парамонов. Ах, его нет. А когда он будет? Выдержав внушительную паузу, трубка ответила частыми гудками. Оставалась последняя двушка. Толик аккуратно вложил ее в прорезь аппарата и осторожно набрал номер. Алло, добрый день. Будьте любезны, Евпатия или Аглаю? А не на даче? А с кем я говорю? Соседка. Да нет, просто скажите, что звонил Парамонов. Двушки кончились. Можно было бы, конечно, разменять пятаки, да что в этом толку? Толик оглянулся по сторонам. Замотным стеклом телефонной будки размыто, как на экране неисправного телевизора двигалась безразличная толпа со смазанными лицами. Текли ленивые потоки машин. Обычный тухлый московский пейзаж. Ничего такого, что могло бы смутить глаз или ухо. И все-таки Толик сжался от мгновенного и острого чувства опасности. Чувство это не покидало его весь последний день, но именно сейчас обострилось до предела. И вроде бы этот тип в польском плаще из полиэтиленовой авоськой ничем не отличался от остальных мужичков, вяло топтавшихся у табачного киоска. Но волчья интуиция Толика безошибочно выхватила из тысячи других прохожих именно этого невзрачного типа. Слишком безразличный взгляд, слишком настороженный профиль следят сволочи. Толик еще с полминуты оставался в будке, делая вид, что набирает очередной номер. Ему хотелось как следует запомнить внешность человека с авоськой, а затем стремительно выскочил на улицу и ринулся в толпу. Он то замедлял шаг, то снова набирал скорость. Мало по малу погоня начинала его забавлять. Спину покалывали мурашки, холодные и острые, как пузырьки в газировке. Но Толик знал, что это не страх. Это было то веселое, дерзкое и куражливое состояние души, которое запомнилось ему еще со школьных времен, когда за Москворецкий ходили на Марьи Нарощинских. Человек в польском плаще продолжал двигаться за ним, держа руку Савоськой чуть на отлете. Точно в ней находилось нечто такое, что всякую секунду может взорваться. В троллейбусе они снова оказались рядом. При близком рассмотрении преследователь и впрямь казался совсем бесцветным. Блеклые глаза, рыжие реснички. Ну что ж, все правильно. Они дело знают, таким и должен быть профессиональный филер. Толик подобрался к преследователю совсем близко. Пусть знает козел, что я его рассекретил и принялся настырно сверлить его зрачками. Тот рассеянно отстранился и с подлобья взглянул на Толика. По лицу его скользнула тень, не то удивление, не то смущение, не то досады. Толик победительно отфиксировал последнее и опять бездумно воззрился на бегущей за окном городской пейзаж. Толик выскочил из троллейбуса где-то в районе Кропоткинской. Некоторое время он шел не оглядываясь, наконец, не выдержал и обернулся. Тип с авоськой, ничуть не скрываясь, следовал за ним. В далекой диссидентской юности Толику попался в руки какой-то роман из жизни народовольцев. Революционеров Толик не любил, книжка ему активно не понравилась, но кое-какие полезные сведения он оттуда все-таки выудил. Ну, например, способы обнаружения слежки. Сделав еще несколько шагов, он внезапно свернул в переулок и юркнул в дворовую арку. Двор был тупиковым. Толик Толик прилично знал этот район. Неподалеку находилась музыкальная школа, где он проучился целых два года. Хвост появился через несколько минут. Толик схватил его за лацканы плаща, рванул на себя и тут же прижал к стене. Хвост смотрел на него испуганными линялыми глазками и не делал никаких попыток освободиться. Вот что, боец невидимого фронта, передай своим соколам, что я их не боюсь. У вас есть все, тюрьмы, лагеря, доносчики, а я вас не боюсь, понял? Толик еще раз стряхнул преследователя за плечи, словно желая убедиться, дошел ли до него смысл сказанного. Раздался странный звук, что-то хрустнуло и чавкнуло одновременно. Толик отшатнулся. На земле валялась полиэтиленовая авоська, полная разбитых яиц. Яичная лава неторопливо текла по Толиковым башмакам. Лида! Лида, вызови милицию или позвони соседям! На меня какой-то придурок напал! Он меня аж в Никитских ворот пасет! Толик оглянулся. В окнах замелькали люди, какая-то женщина истошно закричала. В подъезде захлопали двери. Кто-то невидимый, грохоча каблуками, уже сбегал по лестнице. Простите меня, это недоразумение. Я просто обознался. Вот, десять рублей. К сожалению, у меня с собой больше нет. Это вам за яйца. Толик Толик уже целую минуту барабанил в металлическую дверь. Как ни странно, именно перед этой дверью он стал понемногу успокаиваться. Здесь ему откроют. Не могут не открыть. Просто мастерская находится далеко отсюда, в самой глубине подвала. «Пока услышат стук, пока поднимутся по лестнице!» Наконец послышались шаги. Заскрежетала отодвигаемая щеколда. На пороге стояла Аглая. Толик привычно потянулся для поцелуя, а Глая резко отстранилась. Это было отступление от традиций. Впрочем, для Толика это была уже не первая неприятная неожиданность за последние сутки. Внизу, перед самым входом в мастерскую, Толик предпринял еще одну вялую попытку обнять Аглаю, но та была на стороже и успела перехватить его руку. «Не надо, Толик, Евпатий дома, да и вообще не надо. Скучно все это. Скучно и противно. Извини, да, привычный Толиков мир рушился на глазах. Что они, честные слова, с ума посходили, что ли? Неужели они всерьез допускают, что он, Толик, может стать предателем? Бородатый Евпатий в черном свитере, перепачканном краской, размашисто лупил кистью по холсту. Он не обернулся на вошедшего, но по его мгновенно напрягшейся спине Толик понял, что его приход не остался незамеченным. В центре мастерской громоздился уродливый пандус, грубо задекорированный то ли под холм, то ли под лужайку. На пандусе, склонившись друг к другу, сидели две голые девицы в васильковых веночках. Здрасте, прелестницы. Вы сегодня кто? Наяды, дриады, сирены? Хотя какая разница, все равно под кистью маэстро вы превратитесь в винегрет. Это наши соседки, студентки из Армавира, Таня и Оля. Они иногда позируют ей в патию. Не бесплатно, разумеется. Толик подошел к Евпатию, подал ему руку. Тот пожал ее, не отрывая глаз от холста. Да, ошибки быть не может. Кто-то им сообщил. Но что, собственно, могли сообщить? Что? Что Толика вызывали? Но это еще не повод подозревать его черти в чем. Не так страшен черт, как его Малевич. Ну скажи, старый похавник, на кой тебе обнаженная натура? То же самое ты мог бы нарисовать глядя в потолок или в телевизор. Девочки, я думаю, на сегодня мы закончили. Насчет завтра договоримся отдельно. Аглая Ивановна вас предупредит. Девицы неспешно напяли лиховаты, попрощались с Евпатием и Агла ей и не удостоив Толика даже взглядом чинно двинулись к выходу. Вот черт! Они ведь и вправду чувствуют себя жрицами искусства. Жаль, не поинтересовался, как они умудряются сохранить в себе столько достоинства, будучи без трусов. Ты сегодня слишком агрессивен и очень плоско шутишь. Обычно ты остроумнее. Что-нибудь произошло? Это я вас должен спросить, что произошло. Я целый день не могу ни до кого дозвониться. А про вас мне сказали, что вы на даче. Как это понять? Видимо, кто-то пошутил. Мы никуда не уезжали. Аглая, правда, отлучалась на рынок, а я, как видишь, весь день работаю. Толик, это хорошо, что ты пришел. Давай поставим точки над и. Тебя ведь вызывали, правда? Правда. Я не скрываю. Я потому и звонил, что хотел вас предупредить. Вы все разбежались по щелям, как тараканы. А ты знаешь, что у Игоря с Ларисой, у Борьки у нас были обыски, сразу после того, как тебя вызывали? Ты с ума сошел? Я то тут причем? Значит, кто-то навел. У них контора работает, будь здоров. Не нервничай, Толик, тут все нервные. Просто раз уж ты здесь, хочется понять, что же все-таки происходит. Да они все знали. Они даже знали, откуда у нас ксерокс. Но я не сказал им ни единого слова, клянусь. Ты только кивал. Они спрашивали, а ты говорил, да или нет. Ну, тогда разумеется, ты ни в чем не виноват. Но есть же элементарный здравый смысл. Если тебя показывают на небо и говорят оно синее, не так ли? Что ты им ответишь, что оно зеленое? Убийственный аргумент. Ты же не глупый человек, Толик. Согласись, в твоих доводах есть некоторая двусмысленность. Двусмысленность? Толик кинулся в дальний угол мастерской и резко откинул холчевую занавеску. Тусклым глянцем замерцали ордена и звезды на груди генсека. Государственно на супе в брови глядели с холстов косыгин, суслов громыка. А это недвусмысленность? Одной рукой малевать авангард и толкать его за доллары, а другой выполнять партийные заказы для красных уголков? Или, может быть, это одна из форм конспирации? В таком случае, позвольте вас огорчить, дорогие мои карбонарии. Никому-то вы не опасны и не интересны. Те, кто представлял для них интерес, те давно уже в лагерях. А вы на них так, чайники со свистком? Замолчи. Ты и так наговорил достаточно мерзостей. И не смей задевать Евпатия. Он, в отличие от тебя, не трус. Да, я плохой. А вы с Евпатием святые. Ты вообще образец добродетели. Может, расскажешь мужу, как ты поддерживаешь честь семьи в его отсутствии? Надеюсь, Евпатий поверит тебе на слово и не заставит меня перечислять все твои тайные родинки. Ну, смелей, Аглая! Чего вам бояться, раз вы такие храбрые? Евпатий грузно опустился на стул и, не мигая, смотрел на Толика. Аглая закрыла лицо руками и прислонилась к двери, чтобы не упасть. Толик понял, что произошло что-то страшное и непоправимое, может быть, гораздо более страшное, чем смерть. У него перехватило горло и он заплакал. Домой Толик вернулся затемно. Коммуналка давно отужинала, все приникли к телевизорам. Только чуткое ухо Эммы Григорьны отреагировало на слабый щелк замка, и она тут же высунула из комнаты свое острое любознательное рыльце. Толечка, какое счастье, что вы пришли. Иван Васильевич страдает, но терпит. Я пыталась подсунуть ему утку, но он отказался. На унитазе он чувствует себя более комфортно. Естественно, унитаз возвышает человека, особенно финский. Тут Иван Васильевич абсолютно прав. Тем не менее, операцию по очередному водружению Ивана Васильевича на унитаз Толик на сей раз проделал быстро, деловито и безапелляционно, нисколько не принимая в расчет тонкую душевную организацию своего подопечного. Кстати, Толечка, Вера Николаевна просила передать, что она у соседки напротив и что голубцы на плите в синенькой кастрюльке. Оказавшись у себя в комнате, Толик открыл холодильник, достал оттуда початую бутылку водки и сделал несколько крупных глотков прямо из горлышка. Затем вынул из кармана моток веревки. Это была та самая веревка, с помощью которой он давеча пытался затащить на чердак свой чемодан. Толик смотрел на нее напряженно и пристально, точно пытаясь сообразить, что же собственно с ней делать. После сомнений, колебаний и путанных внутренних монологов у Толика всегда наступала минута ясного и спокойного прозрения. Все равно ничего уже нельзя изменить. И тогда появлялось чувство легкости и свободы. Появилось оно и теперь. Толик как бы наблюдал себя со стороны. Вот он накидывает веревку на крюк от люстры. Вот связывает петлю и надевает ее себе на шею. Вот пробует ногами стол, удастся ли опрокинуть его одним толчком. В какой-то момент ему вдруг показалось, что это не он, Толик, наблюдает за собой, а кто-то другой, реальный и осязаемый, находящийся здесь же, в этой комнате. Чьи-то глаза, полные муки и ужаса, следили за каждым толиковым движением и умоляли, заклинали его остановиться. Толик обернулся. В широко распахнутом дверном проеме медленно, как в рапидной съемке, оседала на пол тетя вера. Рот ее был исковеркан криком, но крика не было слышно. Толик сорвал с себя петлю и закинул веревку в плафон. Вокруг тети веры гомонили переполошенные соседи. Кто-то обмахивал ее полотенцем, кто-то капал на сахар волокордин. Да какая вам разница с какого она года? Говорят же вам сердечный приступ. Что это за скорая такая, которая полчаса выясняет, как кого зовут и кто чей родственник? Тетя Вера смотрела Толику прямо в глаза и беззвучно двигала посеревшими губами. Толик наклонился к ней совсем близко, пытаясь по артикуляции угадать хотя бы отдельные слова. Как ты мог? У меня же никого кроме тебя нет. Я только для тебя и живу, а ты меня предал. Тетя Вера, дорогая, я тебя тоже очень люблю. Это была глупая шутка. Забудь про это. Скорая, взметая грязные веера дождевой воды, неслась по ночному городу. Нечастые в такую пору автомобили опасливо жались к обочине, пропуская вперед эту замызганную вестницу то ли беды, то ли надежды. Толик держал тетю Веру за руку и твердил про себя как молитву «Открой глаза, открой глаза, открой глаза». Так ему было спокойней. Точно услышав Толикову просьбу, тетя Вера чуть разомкнула веки. Разомкнула и тут же замкнула снова, давая Толику понять, что хочет что-то сказать. Толик придвинулся ближе. На книжной полке между Чеховым и Плехановым восемьсот рублей я из пенсии откладывала. Возьми себе. Ты о чем, тетя Вера? С ума сошла? Вот, выйдешь из больницы, мы их на радостях и прогуляем. О плохом и думать не смей. Сыпал мелкий холодный кусачий дождь Люди сбивались в кучки под немногочисленные зонты. Рядом хоронили еще кого-то. Хоронили со вкусом, с толком, с расстановкой. Там было пестро от цветов, гудел оркестр, говорили речи. У могилы тети Веры ничего похожего не было. И вообще пришедших на похороны было немного, в основном соседей. и еще несколько старушек, которых никто не знал. Топталась еще группа студентов, те держались особняком. Толик встал на колени, наклонился над сырым могильным холмиком и сказал прямо туда, в темную, плотную, непроницаемую глубь. Прости меня, тетя Вера. Лицо его зазборило морщинами, стало похожим на печеную сливу, и он заплакал. Кажется, только сейчас он осознал, что вот этот аккуратный продолговатый холмик это все, что осталось от тети Веры. Прости меня, тетя Вера. Прости меня, тетя Вера. Тетя Вера. Толик, хватит, не глупи. Земля же холодная, мокрая, застудишь все свои дела. Вставай. Поминки получились более чем скромные. Все тети Вериной сбережения ушли на похоронные хлопоты, так что поминальный стол соседи устраивали в складчину. Застольная беседа никак не залаживалась. Все говорили скучно и тягуче, словно по принуждению. А вот что в ней было хорошо, не кичилось образованием. С рабочими людьми говорила запросто. Вот я человек темный, не ученый, а она мне здравствуй, Коля. Что ж ей? Не здороваться с тобой, что ли? Ясное дело, раз встретились, здравствуй, Коля. Чего тут особенного? Не скажи. Другая прошла бы мимо, а она здравствуй, Коля. По-родственному, по-соседски, кто это для нее? Мудак с напильником, а она здравствуй, Коля. Будет тебе балабонить-то, ты же не в пивнушке. Господи, как зальет зенки, так и несет не знамо что. Святая душа была, Вера Николаевна, и редкой интеллигентности, спички попросит, так сто раз спасибо скажет. Таких людей сейчас нет. Сейчас куда ни глянь, одних обалки. Хужает народ, особенно молодые, давеча на лестнице нагадили. Вот не к столу будет сказано, вот такую кучу навалили, не перепрыгнешь. А если бы лифт сломался? Был человек и нету, и всем наплевать, даже по радио не объявили, а ведь какая женщина была. Последнюю пьешь, и не зыркай на меня, сказала последнюю, значит последнюю. Толик сидел за столом, безучастный ко всем разговорам, тупо уставившись в пустую тарелку. Он вспоминал о своих хозяйских обязанностях только тогда, когда наступала пора в очередной раз наполнить рюмки. Паузы становились все чаще и продолжительней. В одну из них ворвался телефонный звонок. Все оживились, завздыхали, заскрепили стульями, будто в середине долгого и нудного совещания был объявлен неожиданный перекур. Зинаида Михайловна, сидевшая ближе всех к двери, выскочила в коридор. Через секунду она вернулась и сообщила почему-то шепотом. Толик, это вас. Толик не ждал от звонка ничего хорошего. Он знал, что никто из знакомых ему не позвонит. За последние дни его ни разу не позвали к телефону. А чужие в трубке зарокотал незнакомый босок. Собеседник говорил быстро, напористо и почти без пауз. Толик не верил своим ушам. Он по нескольку раз переспрашивал одно и то же, желая убедиться, что его не разыгрывают. Но незнакомец, похоже, не любил, когда ему задавали вопросы. Он привык задавать их сам. Да, Парамонов. А кто это говорит? Как-то не важно. Нет. Не передумал. Что значит оформляйтесь? Простите, а с кем я разговариваю? гости давно уже болтали о своем. Пригашенный было костерок беседы теперь полыхал вовсю. С появлением Толика все резко посерьезнели и потянулись к рюмкам. Черт знает что. Мне разрешили выезд. Если это, конечно, не чья-то шутка, но я записал телефон и можно проверить. Гости молча косились друг на друга, не зная, как реагировать на это сообщение. Все знали, что Толик ждал этого события три года, но слишком уж не вязалась его дурацкая улыбка с печальным поводом, собравшим всех за этим столом. А я все-таки предлагаю выпить за тетю Веру. Кто-то уезжает, кто-то приезжает, а тети Веры нет. Царствие ей небесное. Да, да, конечно, царствие ей небесное. Толику и раньше приходилось бывать в здании Авира в Колпачном переулке. Но такого скопища людей, как в этот раз, он никогда здесь не видел. Сегодня в Аверовских коридорах было настоящее столпотворение. Стоило кому-то из сотрудников опрометчиво выглянуть из кабинета, как его тут же облепляла со всех сторон толпа страждущих. Некоторое время он еще барахтался в их объятиях, а потом покорно затихал, как моторная лодка, увязшая в водорослях. Толик двигался в толпе подавну усвоенной системе. Толчок под ребро, виноватая улыбка, извините, пожалуйста, еще толчок, снова улыбка и снова извините. Нужный Толику кабинет оказался в самом конце коридора. Одинокая дверь с устрашающей табличкой Н и Смертюк. Не хватает только черепа с костями, подумал Толик, как на трансформаторной будке. Толчаи и ажиотажа тут не было. Тут вообще никого не было. Толик забеспокоился. Двери, возле которых не было очередей, с детства не внушали ему доверия. Может, он в отпуске, этот Смертюк? Или на бюллетене? Толик постучался. Нет, кажется, все в порядке. Хмурый дядька с заспанными глазами оторвался от письменного стола и выжидательно посмотрел на Толика. Хозяин кабинета лениво шуршал бумажками, выискивая в них Толикову фамилию. Толик пребывал в состоянии благоговейного трепета. Он смотрел на Смертюка преданными собачьими глазами и, казалось, только и ждал подходящей секунды, чтобы нежно лизнуть его в небритую щеку. Парамонов Анатолий Сергеевич, да, мне звонили по вашему поводу. Полетите по израильской визе. Почему по израильской? Я же не еврей. Мне не нужно в Израиль, я хочу в Париж. Французской визы мы вам сделать не можем. Вот долетите до Вены, а там воля ваша. Хоть в Париж, хоть куда. Скажите, а вот эти товарищи, вот эти товарищи не смогут помочь? Мне сказали, что в случае чего я могу обратиться к ним. Толик вынул аккуратно сложенный листочек. Смертюк глянул на листочек и брови его поползли вверх. Видимо, фамилии, которые он там увидел, произвели на него впечатление. Ну, раз у вас такие покровители, эти могут спроводить вам любую визу, хоть на берег слоновой кости. Еще около месяца Толик бегал по всяческим инстанциям, задаривал шоколадками вахтерш, дерзко флиртовал с секретаршами и, смиренно сложив руки на коленях, выслушивал поучения косноязычных начальников. Он отдавался этой дурацкой беготне с таким безоглядным упоением, будто это была его всегдашняя жизнь. Хотя уголком мозга он понимал, что его настоящая, главная жизнь стоит сейчас на обочине, сукаризно и состраданием наблюдает за его выкрутасами и, подобно умной жене, терпеливо ждет, когда он наконец перебесится и обратит на нее внимание. Этот миг настал. Однажды утром бесконечная административная карусель остановилась. Паспорт с визой и авиационный билет лежали у Толика в кармане, но радости не было. Вместо нее пришли испуг и растерянность. имитация полнокровной жизни кончилась. Главная жизнь снова вступила в свои права. Толик вспомнил о Евпатии. К телефону долго не подходили. Пока в трубке звучали долгие унылые гудки, Толик спешно прокручивал в мозгу наиболее вероятные варианты разговора. Возможно, услышав Толика в голос, Евпатий тут же положит трубку. Возможно, молча выслушает все извинения, но разговаривать не захочет. Возможно, пожелает Толику доброго пути, но откажется от встречи. Алло. Алло, это я, Евпатий. Умоляю, не бросай трубку. Я страшно виноват перед тобой. Я все наврал, проглаю. Но я не со зла, я по дурости. Обиделся, что вы мне не доверяете, ну вот и прости меня, Евпатий, прости меня, ради Бога. Евпатий молчал, и это было замечательно. Он не швырнул трубку на рычаг, не оборвал Толика на полуслове. Значит, первая атака удалась. Теперь можно было расслабиться и перейти на эллигический лад. Мне разрешили выезд Евпатий. Билеты и визы уже на руках. Улетаю послезавтра первым парижским рейсом. Не знаю, вправе ли я просить об этом, но мне мне бы очень хотелось, чтобы вы с Аглайей пришли меня проводить. Кто знает, увидимся ли. И еще одно. Ты говорил, что у тебя есть приятель в Париже, ну из наших, эмигрант. художник он там или кто. Может ты ему отзвонишь? Было бы неплохо, если бы кто-нибудь меня там встретил и как-то помог в первые дни. Евпатий молчал. Потом буркнул только одно слово. Хорошо. Толик не понял, к чему конкретно относилось это хорошо. К последней его просьбе или ко всему разговору в целом, но это было уже неважно. Главное, что Евпатий поддержал разговор, а кроме того, даже в самом слове хорошо изначально не может быть ничего плохого. В последний вечер Толиков и соседи на удивление долго не расползались по комнатам. Все старательно имитировали какие-то кухонные процессы, хотя должны были по обыкновению давно уже сидеть у телевизора. Толик не ожидал застать здесь столь представительную аудиторию. Он заскочил в кухню на минутку, чтобы сделать себе чашку кофе, но поостой и мгновенной переглядки женщин понял, что его здесь ждали и что пресс-конференции не избежать. Толечка, вы не обидитесь, если я вас спрошу, мне все-таки непонятно, как это вы решились, жили вы, жили, и вдруг срываетесь куда-то на край света. Ну, Париж не самый край и не самое дикое место с точки зрения цивилизации. Да я понимаю, там, конечно, и еда получше, и одежда поприличнее, но чужой язык, чужие нравы вас это не пугает? Это вас должно пугать. Вот Толик уедет, кто будет Иван Васильевич на толчок сажать, а? Колька-то целыми днями на работе. Погодите, Нина, это же психологически интересно. Человек бросает насиженное место и едет в чужую страну. Должны же быть мотивы. Мотив один, Эмма Григорьевна. Свобода. Не колбаса, не джинсы, а свобода. Ну, свободу каждый понимает по-разному. Не знаю, что вы имеете в виду под свободой, но лично я, например, я, например, свободна. Ой, синечка ты моя вольная, она свободна. Говно из-под больного мужа выгребать, вот вся твоя свобода. Фу, Зина, неужели нельзя без жлобства? А что, не так, что ли? Ну, что ты в жизни видела, кроме своего трамбов лебита? А тоже мне рассуждает о загранице? Потому что я бывала за границей, в Болгарии, по турпутевке, и, представь себе, не потрясена. Правильно, ты бы еще в Пензу съездила. Болгария, это же соцлагерь, братская страна, что ты там увидишь? Не будем спорить, но почему нужно покидать родину? Человек должен жить там, где он родился. А почему бы не допустить простую мысль, Эмма Григорьевна, что никто, никому ничего не должен. Человек живет однажды, так пусть он живет, как ему нравится. Это опасная доктрина, Толечка. А вдруг все захотят уехать на запад? Кто же тогда останется? Умные уедут, дураки останутся, вроде нас с тобой, чтобы было на ком воду возить. Все не уедут, да и на черта мы там нужны, мы и здесь-то никому не нужны, а уж там. Ладно, пусть у нас плохо, но тогда тем более грешно уезжать. Надо не бежать от трудностей, а преодолевать их. Вот и преодолевайте. Ходите на собрания, на демонстрации, на субботники. Славьте, поите, стройте. А я не хочу преодолевать трудности. Не хочу и все. В толчье Шереметьевского аэропорта Толик совершенно растерялся. Он то подолгу торчал у центрального табло, мучительно пытаясь сообразить, почему там нет нужного ему рейса. то, путаясь в сумках и чемоданах, панически метался по залу, выспрашивая встреченных, где ему следует проходить таможенный контроль. Тут была другая, незнакомая Толику Москва, страшно далекая от той, в которой он худо-бедно, но чувствовал себя хозяином. Это другая Москва, говорила по-английски, по-французски и по-немецки. Она шуршала декларациями, загранпаспортами и валютой. Она пахла тухами, ликерами и виргинским табаком. Вот октябрятской поступью протопала японская делегация. Они шли слаженно и организованно, держась строго в затылок друг к другу, и у Толика осталось впечатление, будто мимо пронесли глянцевую групповую фотографию. Вот величаво проплыли два арабских шейха. Гордые, надменные и молчаливые, они отрешенно смотрели вдаль и покачивали в такт ходьбе головами, словно передвигались не с помощью собственных ног, а ехали на верблюдах. А вот веселым разноцветным табунком проскакала скандинавская семья. Папа, мама и двое ребятишек все в чем-то немыслимо ярком, все ослепительно беловолосые и все неправдоподобно синеглазые, но прямо сказка Андерсона настоящий игрушечный набор. На фоне этих красивых, нарядных и беспечных людей взмыленный Толик, навьюченный сумками и чемоданами чувствовал себя, как лимитчица из Караганды, случайно попавшая на гегелевские чтения. Толику сделалось тоскливо. Еще совсем недавно собственный отъезд представлялся ему событием исключительным и трогательным, пикантно украшенным завистью приятелей и слезами приятельниц. А вот теперь выясняется, что есть люди, для которых перелет через границу дело пустяшное и будничное. Что-то вроде того, как сделать укол или пройти флюорографию. Евпатий с Аглаей конечно же не приедут и правильно сделают. Было бы глупо рассчитывать на их дружбу после всего того, что произошло в тот ужасный вечер в мастерской. Правда, Евпатий пообещал дозвониться в Париж, но пообещать он мог и просто так, для проформы, чтобы отвязаться. Евпатий появился в самую последнюю минуту, когда Толик уже стоял возле таможенного контроля. Он настырно пробирался через толпу, победительно выставив животик и растопырив коротенькие ручки, похожие на пожилого, но уверенного в себе пингвина. «Здорово, Евпатий! А я уж и не ждал! Оказывается, это очень гнусная вещь, уезжать, когда тебя никто не провожает. А где Аглая?» Толик даже не успел испугаться. Вопрос выскочил сам собой. Это был вопрос из того недавнего, счастливого и безмятежного прошлого, где все казалось простым и ясным, где говорили то, что думали, и где не надо было бояться неосторожных слов. «Мы с Аглой расстались. Да, ты не бери в голову. Нормальная житейская ситуация. Сошлись, разошлись». «Ты бросил Аглаю? Но Аглая тут ни при чем, я же все наврал. Ты не должен был мне верить». «А я тебе и не поверил. Я поверил Аглаю. Она сказала, что все это правда». Толик не нашел в себе смелости длить этот мучительный разговор. Евпатий поставил в нем слишком жирную точку. Таможенник уже пропустил арабского шейха, стоявшего в очереди перед Толиком. Сзади обеспокоенно чирикали японцы. Времени оставалось в обрез. Я позвонил в Париж. Андрей встретит тебя в Шарле де Голле. Ну и поможет как-то устроиться на первое время. А как он меня узнает? Нужен какой-то пароль или опознавательный знак? Узнает. Вот, держи в руках последний номер нового мира. Это и будет твой опознавательный знак. Таможенник уже взял Толика в паспорт и даже успел раскрыть его, когда Толик вдруг силой рванулся назад. Толпа отъезжающих смятенно всколыхнулась. Пожилая дама испуганно прижала к груди белого пекинеса. Японцы, не готовые к отступлению, валились друг на друга как доминошки, отчаянно работая локтями, Толик добрался наконец да и в патье. Крепко прижал к себе его голову и лихорадочно зашептал ему в ухо. Ты думаешь, я стукач? Ты думаешь, что если мне разрешили выезд, то это как-то связано с тем допросом? Но это неправда, неправда. Я ничего им не сказал. Толик, тебе пора. Ну, иди, иди, неудобно же. То ты рвешься за границу, то тебя палкой отсюда не выгонишь. Возле паспортного контроля Толик обернулся, отыскал глазами Евпатия и прощально помахал ему рукой. Евпатий не ответил. Казалось, что он смотрит не на Толика, а куда-то поверх его головы, будто пытается издали разглядеть в фиолетовой парижской дымке смутные очертания Толиковой судьбы. В самолете Толик расслабился. Бесцельно шатаясь из салона в салон, он обзнакомился с доброй половиной пассажиров. То ли людям нечем было себя занять, то ли Толик действительно был в ударе, но все охотно шли на контакты. Правда, языков Толик не знал, но это ему не мешало. Дам веселил его дикий эсперанто, включавший в себя словечки из всех языков мира и снабженной к тому же активной мимикой и жестикуляцией. Хорошенькая стюардесса Людочка аккуратно ставила перед Толиком очередную порцию коньяку и ласково обжигала его огромными золотистыми глазами. Толик сразу же зачислил Людочку в актив своих побед. И хотя победе этой не суждено было иметь практического подтверждения, Толика вполне устраивал и теоретический ее вариант. Он летел навстречу новой неведомой жизни. И эта новая жизнь, похоже, улыбалась ему вовсю. табло, советующее не курить и пристегнуться, Толик вернулся наконец к себе в салон и плюхнулся на свое кресло. Рядом сидел внушительных размеров негр, которого Толик поначалу почему-то не заметил. Вся охватная натура Толика жаждала общения. «В Париж?» деловито спросил Толик, как будто в его воле было изменить курс и направить самолет в Аддисабебу. «В Париж!» радостно ответил негр и осклабился на все тридцать два зуба. Точно ждал этого умного вопроса всю жизнь. Париж ошеломил Толика, что называется, с порога. И не шумом, не многоцветием, не своим знаменитым особым парижским воздухом, а тем, как мгновенно, легко и безоглядно рассыпались здесь, еще в аэропорту, казавшиеся такими прочными связи недавнего дорожного братства. Стюардесса пригласила пассажиров к выходу, и глаза давешних Толиковых попутчиков тут же подернулись литком отчужденности. Все засуетились, засобирались, зашуршали плащами и разом потеряли друг к другу всякий интерес. Душа компании Толик Парамонов снова стал сирым анонимом. Собственно, Париж тут был ни при чем. Люди, вынужденные какое-то время соседствовать в замкнутом пространстве, будь то салон самолета или купе поезда, всегда легко сходятся в разговоре, проникаются друг к другу симпатиями, обмениваются адресами и телефонами, но стоит им снова очутиться в большом мире, и вселенские сквозняки моментально выдувают из них память о случайных попутчиках. Приунывший Толик плыл в прозрачном тоннеле Шарля-де-Голле и казался сам себе серенькой платвичкой, неведомо как попавший в роскошное аквариум с экзотическими рыбками. Может быть, впервые за все последнее время Толик заставил себя подумать о том, что он прилетел в чужую страну, где никто не подозревает о его существовании. Прилетел навсегда. Толик торчал у здания Шарля-де-Голля уже минут пятнадцать и, вероятно, мог бы торчать еще столько же, если бы не вспомнил о своем опознавательном знаке. Последний номер нового мира, аккуратно свернутый в трубочку, находился во внутреннем кармане плаща. Незнакомец появился внезапно, точно вырос из-под земли. В воздухе поплыл терпкий запах дорогого одеколона. Толик ни черта не смыслил в одежде, но даже на его непросвещенный вкус незнакомец был одет весьма элегантно. Вы Андрей? Очень приятно. Евпатия много рассказывала о вас. Сказать по правде, я боялся, что вы меня не узнаете. Чего же проще? Андрей разглядывал напыжившегося Толика с откровенной, но добродушной иронией. Мятые брючки, воспаленный взгляд, да еще и новый мир в руках. Типичный портрет советского прогрессиста. Андрей вел машину просто виртуозно, как, впрочем, и подобает истинному парижанину. Шляпа лихо сдвинута на глаза, левая рука безмятежно лежит на руле, правая с дымящейся сигаретой на спинке сиденья. Вот они, хозяева жизни, завистливо подумал Толик, а ведь всего пять лет, как в Париже. Но ничего, ничего, мы тоже не огурцом деланные. Я снял тебе комнату, апартамент мне не по карману, комната вполне приличная, жить там можно. Во всяком случае, какое-то время. Спасибо. Я человек неприведливый, всю жизнь по коммуналкам хуже другое, я совсем не знаю языка, хотя Париж говорят русский город. Русский то он русский, но это все же не Рязань, надо срочно учить язык, без языка тут невозможно адаптироваться. Ну, что касается адаптации, я бы не хотел превращаться во француза. И вообще я не люблю приспосабливаться. Пусть уж принимают меня таким, какой я есть. Знакомый мотивчик. Среди нашей эмиграции таких пруд-пруди. Языка не учат, работать не хотят, приезжают, запираются на все замки, включают видео и смотрят Аллу Пугачеву. Спрашивается, зачем уезжали. Толик хотел было обидчиво возразить, что он не обыватель, а человек идей, и что для него главной задачей было не слинять, а обрести творческую свободу, но передумал. Под колесами ровно гудела автострада. Впереди начинал сизоветь Париж. Париж. Пока Андрей негромко переговаривался с хозяйкой, чистенькой и опрятной пожилой дамой, осанкой и повадками напоминающей Маргарет Тэтчер, Толик с нарочито брезгливым выражением лица тщательно изучал свое новое жилище. Делал он это вовсе не потому, что ему здесь что-то не нравилось. Комната как комната, вся на виду, изучать здесь было нечего, а просто так, из патриотической амбиции, мол, и мы не лыком шиты, жевали в апартаментах и не падаем в обморок при виде розовой туалетной бумаги. Неожиданно за стеной, а поначалу показалось, что прямо здесь, в этой же комнате, настолько это было громко и внезапно, грянула латиноамериканская мелодия. Вслед за ней выразительно скрипнули диванные пружины, после чего, словно усиленный микрофоном, послышался текучий женский вздох. Толик метнул затравленный взгляд на хозяйку. Та всполошенно залопотала по-французски. Андрей усмехнулся и перевел. Мадам Лоран говорит, что за стеной живет супружеская пара, то ли из Сальвадора, то ли из Парагвая, а может и из Колумбии, она всегда плохо запоминает название. Очень милые и симпатичные люди, хотя и коммунисты. Ах, они еще и коммунисты. Переведи ей, что я политический эмигрант. Я бежал от коммунистов, и я не могу терпеть рядом с собой гнездо ненавистной мне идеологии. Слушая Андрея, мадам Лоран кивала, ахала, закатывала глаза, всем своим видом демонстрируя, сколь близко к сердцу принимает она кошмар с оставшейся ситуацией. Но стоило Андрею замолчать, она тут же кинулась в контратаку. Мадам Лоран говорит, что ничего плохого они не делают, только танцуют кумбию и занимаются любовью. Любовь и танцы, вот их страсть. Зато за другой твоей стеной живет очень серьезная девушка, ее зовут Сильвия. Кстати, она хорошо говорит по-русски. Не дожидаясь от Толика хотя бы формальной капитуляции, Андрей снова повернулся к мадам Лоран. Сказал ей нечто успокаивающее. Дескать, конфликт улажен, жилец не против, просто немного устал и поэтому дурит. И ласково выпроводил хозяйку за дверь. Я оплатил за три недели. Дам еще на карманные расходы. Заработаешь, вернешь, если только заработаешь. Деньги здесь на клумбах не растут. Вместо ответа Толик откинул крышку одного из чемоданов и одним махом вывалил его содержимое на пол. Гора листков с машинописным текстом согромоздила почти половину комнаты. Это не все. Я привез сюда только лучше. Четыре романа, семь повестей, ну и добрый трехтомник рассказов. Думаю, на первое время хватит. Спятил, Бальзак? Какой трехтомник? Напечатают рассказик, скажи спасибо. Тебя здесь никто не знает, кому ты интересен. Пока не знают. Зато меня знает вся читающая Москва. А если тебя читают, значит, ты известен. Тебя читают только в КГБ и то по долгу службы. А КГБ это еще не вся читающая Москва. Он смотрел на Толика с откровенной жалостью. Очередной сумасшедший, приехавший завоевывать Париж. В злохмаченной, в жеваном пиджачке, со слюдяным блеском в глазах, неопознанный Наполеон. Ладно. Попробую показать твои опусы следующим людям. Сгружай свое собрание сочинений в чемодан и тащи ко мне в машину. Толик гулял по Парижу. Толкался у прилавков букинистов на набережной Сены. Брал в руки то одну, то другую потрепанную книжицу. Но не потому, что намеревался купить, а просто так, из вежливости к продавцам. Бродил по Монмартру, излишне заинтересованно и подолгу разглядывал картины и картинки, а попутно ища и не менее заинтересованно общественный туалет. Торчал на площадке возле Палас до Шайо и совершал безмолвный ритуал созерцания знаменитой Эйфелевой башни. К вечеру ноги сами с собой без помощи какой-либо карты привели его на пляс Пегаль. Вожделенная мечта советского туриста не показалась ему очень уж респектабельным местечком. Он задержался возле одного из рекламных щитов. Щит был анонимный, только буквы, ни одной картинки. Толик поозирался по сторонам, точно проверяя, нет ли за ним слежки, и только после этого нагнулся к окошечку кассы. Хорошенькая девушка, настоящая прятная парижаночка, как только они могут работать в таких местах, светя под ноги фонариком, проводила Толика до его места. На экране сапели, кряхтели, чмокали. Консервативная натура Толика не позволяла ему сразу же уставиться в экран. Он мазнул взглядом по сторонам, слева свободно, справа тоже, да и вообще в зале едва ли набиралась дюжина зрителей. Какого же черта она посадила его согласно купленным билетам? Прямо перед Толиком сидели четыре негра, распрямив строгие позвоночники и по страусиному вытянув шеи, они внимали экрану так доверчиво и прилежно, как, наверное, могли бы слушать воскресную проповедь. Вдруг Толик вздробнул, чья-то рука мягко и вкрадчиво легла на его коленку. Толик отвел глаза от экрана и взглянул на неведомую нахалку. Нахалка смотрела на Толика прямо и вопросительно. Глаза ее, огромные, темные, влажные, были совсем близко. Толику стало жутко. По спине здоровенной улиткой прополз холодный ручей пота. Где-то на периферии его памяти собрежила крохотная искра противненькой догадки. Незнакомка произнесла что-то хищным баритональным шепотом. Толик нервно дернулся. Парик съехал с головы незнакомки и догадка стала реальностью. Разумеется, ему и раньше приходилось слышать о гомиках. Он даже видел их где-то в компаниях. Но то были свои, безобидные, в чем-то даже трогательные гомики. Они кроили себе джинсы, стояли в очередях в большой театр, рассуждали о Марселе Прусте и Маргарет Дюра и экономили копейку от зарплаты до зарплаты. Здесь же было нечто другое, чужое, враждебное, требовавшее от Толика некоего опасного знания. Ты чего, пес? А ну, прибери лапу сучара, давно асфальту не ел. Незнакомка сказала что-то обезоруживающе мягкое, видимо, извинилась и тут же пересела в другой ряд. Но настроение у Толика было безнадежно испорчено. Он встал и не глядя ни на пыхтящий экран, ни на свою соблазнительницу, направился к той же двери, откуда пришел. Кому саламу сэр? О, да. Все было замечательно, мадемуазель, за исключением того, что меня чуть не трахнули. Но это мелочь. Нагруженный свертками Толик поднимался по лестнице. Откуда-то сверху, видимо, из комнаты латиноамериканцев доносился треск маракасов и грохот каблуков. «Любовь и танцы, вот их страсть!» вспомнил Толик слова хозяйки. Он уже добрался до середины лестницы, когда навстречу ему с гомоном ринулась неизвестно откуда взявшаяся толпа лилипутов. Лилипуты обтекали Толика с двух сторон, как сыплющиеся с горы камешки при небольшом обвале. Толпа исчезла так же внезапно, как и появилась. Толик уже вставил ключ в замок своей комнаты, когда дверь справа, за которой, по словам хозяйки, обитала неведомая Сильви приоткрылась. Толик услышал приглушенный женский смех и звонкий чмок поцелуя, после чего мимо Толика быстро, он даже не успел разглядеть лица, прошмыгнула мужская фигура. Толик проводил незнакомца глазами вплоть до лестницы и снова вспомнил слова мадам Лоран, очень серьезная девушка. Добрый вечер, месье. Это было произнесено по-русски, и Толик понял, что обращаются именно к нему. Сильви стояла на пороге своей комнаты, придерживая рукой полы короткого халатика. Вы наш новый квартирант? Мадам Лоран говорила мне о вас. Эм, как вам нравится Париж? Ничего. Многое я именно так себе и представлял. Вот только почему у нас в доме так много лилипутов? Они из цирка. Пробудут здесь еще около недели. Вы не любите лилипутов? А я люблю. У них маленький срок жизни, и они живут очень ответственно. Вы так хорошо говорите по-русски? Почти без акцента. Вы русская? Не совсем. Бабушка русская. А вообще-то я из Бельгии. В Париже только учусь. А вы писатель? Толик насупился. Ему очень хотелось произвести на Сильвии впечатление, но он все никак не мог попасть в нужный тон. Да в общем писатель. политический эмигрант, если вы понимаете, что это означает. О, да, понимаю. Я многое знаю о России. Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Сильви. Очень приятно. А меня зовут Анатолий. Но на русский слух это слишком официально. Зовите меня просто Толя. Толику хотелось казаться ироничным и раскованным. Он даже попытался сделать озорной реверанс, но в ту же секунду все его свертки посыпались на пол. Бутылки, банки, гамбургера, облитые кетчупом, все это лежало теперь в общей безобразной куче, как символ сирости его Толика холостяцкого бытия. Сильви это развеселило. Она звонко захохотала, так бесстрашно обнажая гортани зубы, что Толик, которому было не до смеха, все-таки успел отметить про себя, что во рту у нее не было ни одной пломбы. А вы знаете, Толя, это даже хорошо, что вы не успели поужинать. Поужинаем вместе. Тут через дорогу есть очень милое кафе. Кафе оказалось прямо на улице. Несколько крохотных столиков, огороженных веревочным барьером. Остро пахло молотым кофе и жареным картофелем. Несмотря на поздний час, прохожих на улице было предостаточно. Где-то совсем близко, как невидимый ручей, невнятно бормотал аккордеон. Толик слишком стремительно влюблялся в Сильвии, чтобы мог чувствовать себя раскованным в ее компанию. Он мучительно напрягал мозг, пытаясь сочинить что-нибудь легкое, ненатужное, остроумное, но в мозгу искрило и замыкало, и разговор то и дело сползал в давно наешенную Толиком колью. Ну, почему обязательно борьба? Я не люблю этого слова. Нормальные люди не должны ни с кем бороться, они должны просто жить. Просто жить? Просто жить это для бабочек. Это значит жрать, спать и совершать естественное отправление. Ничего подобного. Просто жить это значит любить, замечать красивое, радоваться солнышку. Как можно радоваться солнышку, если ты видишь его сквозь тюремную решетку? Счастье это свобода, а свобода не дается без борьбы. Но свобода это фантом. Абсолютной свободы нет нигде в мире. Человек может рассчитывать только на внутреннюю свободу. Так что же, вечная борьба? Да, вечная борьба, вечная борьба за вечные идеалы. Правда, я сторонник бескровного оружия. мое оружие это перо. Господи, и зачем вы только приезжаете в Европу? Если вы не можете без борьбы, сидите у себя дома и боритесь, кто вам мешает? Толик приготовился что-то возразить, но тут зрачки его остановились, он напрягся и замер, как гончая, учуявшая дичь. Сильви проследила его взгляд, но не увидела ничего такого, что могло бы привлечь его внимание. Наши. Совки вы, мои родимые, нигде от вас спасу нет. Почему ты думаешь, что это ваши? На них не написано, может, поляки или югославы, это же туристический район. Наши. А галстучки на резиночках? А стадный способ передвижения? А ожидание провокации в глаза? Нет, я своих заверстучую. Толика тянула на подвиги. Ему безумно хотелось завоевать Сильви сейчас, немедленно, сию секунду и неожиданное появление соотечественников смутно обещало такую возможность. Привет, земляки! Услыхал родную речь и не мог пройти мимо. Я тут в долгосрочной командировке, а вы, как я понимаю, туристы. Делегации от комсомола, активисты со всего Союза, из Тулы, из Вологды, из Иркутска. Молодцы! Не боитесь гулять в такое время? Спецслужбы не дремлют. Тут даже дворники ЦРУшники. А чего нам бояться? Мы поодиночке не ходим. И потом, у нас телефон посольства есть? Значит, так, ребята, обстановка сейчас напряженная. На правах старожила даю совет. По пластпигаль не шлятся, в секс-шопах не светиться, в порно-кинотеатры не ходить. Да нас инструктировали. Туда не ходи, сюда не ходи. А куда же тогда ходить-то? В Лувр. В Лувр и только в Лувр. В смысле провокаций это самое безопасное место. Что делать, ребята? Противно, но выхода нет. Да нас только по музеям и водят. Мы самого Парижа-то и не видели. А послезавтра уже улетать. Кстати, может, передадите весточку на родину. Я мог бы воспользоваться служебными каналами, но раз есть оказия... Да, передадим. Какие проблемы-то? Вы только адрес оставьте или телефон. Толик оглянулся по сторонам, давая понять, что дальнейшая информация не предназначена для посторонних ушей. Смышленые комсомольцы мгновенно уловили Толика в сигнал и тут же сдвинулись в тесный заговорщицкий кружок. Так вот, братцы-кролики, передайте вашему гребаному правительству и лично товарищу Суслову... Последние его слова утонули в громком гвалте, проходившей мимо кампании. Но по застывшим лицам комсомольцев было видно, что они услышали все, что Толик хотел довести до их сведения. В следующую секунду они уже улепетывали вдоль по тротуару, целеустремленно тараня собой праздную толпу, точно небольшой кавалерийский эскадрон, срочно вызванный к месту боевых действий. Комсомольцы добровольцы Мы сильны нашей верною дружбой Сквозь огонь мы пройдем если нужно Толя, не надо Пойдем отсюда Не хватало тебе в первый же вечер познакомиться с местной полицией Вот это свобода Когда голубые хватают тебя за задницу никакой полиции рядом нет А когда тебе хочется спеть задушевную русскую песню полиция тут как тут Пока Сильви забирала в рецепции ключи и почту Толик с удивлением наблюдал как с улицы вползала в холл пристранная процессия Это были молодые бритоголовые люди в длинных просторных одеяниях и в сандалиях на босунок Каждый держал в руках что-то вроде деревянной трещотки звук который отдаленно напоминал треск кастаньет Это кришнаиты Они проводят марш мира то есть путешествуют по разным городам и раздают пацифистские воззвания Проходя мимо Толика и Сильвии кришнаиты так низко склоняли головы и так почтительно здоровались как если бы сегодня им посчастливилось встретить самого Кришну с супругой Судя по тому как спокойно отреагировала на появление пришельцев мадам Лоран Толик понял баночки коробки вороха дешевой бижутерии С настенного календаря глупо улыбался красавец в плавках рекламировавший лосьоны от Диора На диване валялись брошенные и забытые в попыхах блузкие юбки Непонятный и таинственный мир полный огней и интриг сузился до размеров обычного гостиничного номера и ореол блистательной парижанки вокруг Сильви изрядно померк но сейчас Толику это даже нравилось домашняя Сильви казалось ему проще понятнее и ближе с ней он чувствовал себя спокойней и уверенней послушай сегодня я впервые прилетел в Париж и первая женщина которую я здесь встретил была ты может это судьба я всего лишь соседка Роман соседка это не серьезно вот если бы мы столкнулись на улице в толпе даже если бы я прожил в Париже всю жизнь и встретил тебя перед самой смертью ты все равно была бы для меня первой красиво так мог бы сказать Мопассан правда он сделал бы это втрое короче и не так патетично у тебя есть кто-нибудь но я имею ввиду друг или любовник не знаю как это у вас называется а как ты думаешь я вполне взрослый человек должна же у меня быть какая-то личная жизнь так вот с сегодняшнего дня никакой личной жизни у тебя не будет теперь я буду твоя личная жизнь я один Толя да ты скрытый тиран а как же все твои разговоры о свободе личности свобода свободой а увижу здесь какого-нибудь козла башку ему оторву так и знай Сильвия расхохоталась Толик некоторое время растерянно смотрел на нее будто соображая чем же он ее так рассмешил а потом вдруг обхватил ее лицо ладонями и поцеловал прямо в смеющийся рот среди ночи тишину дома прорезал истошный женский вопри затем послышались сердитые мужские голоса беседовалась явно не в парламентарных тонах Сильвия и Толик еще некоторое время лежали в постели прислушиваясь к тому что происходило в коридоре а потом разом как по команде откинули одеяло и принялись одеваться они успели как раз к финалу разогравшейся драмы двое смуглых мужчин явно южного происхождения отчаянно жестикулируя наскакивали друг на друга точно два бойцовых петуха красивая рослая женщина вероятно тоже дитя экваториального пояса пыталась утихомирить их как могла но в результате только подливала масло в огонь при всем своем лингвистическом невежестве Толик все-таки уловил что перепалка шла на испанском между тем коридор заполнялся людьми разноцветными стайками высыпали из своих комнат лилипухи степенной вереницей притопали кришнаиты появились еще какие-то люди которых Толик видел впервые внезапно один из спорщиков резко выбросил руку вперед Толик даже не услышал звука удара и его оппонент кубарем полетел вниз по лестнице победитель швырнул вслед поверженному еще несколько темпераментных проклятий после чего сгреб рослую красавицу в охапку и стремительно уволок ее в комнату так Толик впервые познакомился с Рикардо и Долорес Толпа квартирантов постояла еще некоторое время в оцепенении а затем словно очнувшись задвигалась завозилась зашумела Сильвия и Толик спустились на один лестничный марш пострадавший лежал без движения уткнувшись лицом в пол на светлом пиджаке его во всю правую лопатку расплывалось громадное кровавое пятно в центре пятна торчал здоровенный нож Боже мой надо срочно вызвать врача и полицию может быть его еще можно спасти неожиданно пострадавший слабо застонал зашевелился и вскочил на ноги с резвостью которой никак нельзя было ожидать от столь очевидного кандидата в покойники он осторожно завел левую руку за спину и чуть поморщившись рывком выдернул нож из-под лопатки затем аккуратно вытер его носовым платком и сунул во внутренний карман пиджака с таким видом как если бы это была обыкновенная расческа видимо сознавая необычность продемонстрированного им аттракциона пострадавший счел необходимым обратиться ко всем присутствующим а главным образом к Толику и Сильве с пространной тирадой в которой французская речь была густо перемешана с испанской он говорит что не надо ни врача ни полиции он не хочет для Рикардо никаких неприятностей кроме того Рикардо пытается заколоть его уже не в первый раз но по счастью все заживает на нем как на собаке с этими словами пострадавший задрал рубашку и предъявил любопытствующим смуглый живот на котором и в самом деле можно было увидеть множество шрамов Рикардо его близкий друг и соратник по борьбе но Рикардо очень ревнив он постоянно ревнует всех к своей жене Долорес этот недостаток очень мешает ему как лидеру и собратья по партии неоднократно говорили ему об этом толпа квартирантов сгрудилась на верхней лестничной площадке и напоминала благодарную цирковую галерку каждую секунду готовую взорваться овациями на любую хлесткую реплику шпрехшталмейстера в заключении он хочет сообщить что его зовут Хорхе Гонсалес он благодарит всех собравшихся за участие в его судьбе и считает что пока в отдельных людях есть сострадание к ближнему человечество может рассчитывать на лучшее несостоявшийся покойник церемонно раскланялся и исчез в темноте лесничного марша лилипуты и кришнаиты зааплодировали утром Толик довольный собой стоял под душем сегодня ему нравилось все нравилась погода нравился Париж нравилась Сильви нравилась седенькая и чистенькая мадам Лоран с постоянно исходящим от нее слабым запахом пиццы нравился весь этот суматошный дом густо населенный эксцентричными фантомами из всех стран света а самое главное нравился себе и сам Толик нравился глубоко и принципиально вот он стоит по пояс отраженный в запотевшем зеркале совсем еще не старый мужчина с далеко не дряблыми мышцами а если хорошенько выдохнуть воздух то исчезнет и намек на грядущее пустцо а если обратиться к хорошему стоматологу то можно будет улыбаться обеими сторонами рта сразу нет нет сегодня Толик решительно себе нравился решительно и бесповоротно зазвонил телефон Толик выключил воду подхватил полотенце и наспех затрапировавшись выскочил из ванны в трубке любезно застрекотали по-французски и Толик успел уже было приуныть как вдруг в картавом мусоре чужой речи остро сверкнуло родное словечко Москву да да это я заказывал Москву уи уи си муа мэрси мадемуазель алло всего-то и произнес Евпатий а Толик уже облился слезами такого тягучего ленивого томного алло нельзя было услышать нигде в мире кроме того громадного и чумазого города который Толик любил и ненавидел одновременно и куда дорога была ему заказана раз и навсегда здорово Евпатий это я Толик парамонов да Париж как Париж нет нет в Лувре еще не был устраивался с жильем то да сё ты лучше расскажи как вы там мои дорогие сзади хлопнула дверь но Толик не обратил на это внимание сейчас ему хотелось только одного говорить говорить много взахлеб и обо всем сразу исторгая массу необязательных слов перескакивая с темы на тему промахивая важное и заостряясь на пустяках словом говорить так как это умеют делать только в Москве в тесной компании за бутылкой водки спасибо тебе за Андрея Евпатий да очень помог если бы не он не знаю что бы я делал да вот жду ответа из редакции уверен что напечатают парамоновы на улице не валяются сзади коротко кашлянули Толик обернулся у двери стоял Андрей живописный все-таки тип этот Андрей черное пальто черная шляпа белый шарф элегантный кредитор с того света явившийся по душу очередного грешника ты извини Евпатий в одном звонке всего не расскажешь я тебе потом перезвоню ладно а лучше напишу привет Аглая ах да извини ну пока Толик положил трубку и с надеждой взглянул на Андрея он всегда презирал расфранченных лыщей слонявшихся по вечерам по улице Горького подозревая в них либо альфонсов либо фарцовщиков но этот парижский плейбой внушал ему уважение и даже трепет в его спокойствии чувствовалась скрытая сила а кроме того сейчас от Андрея зависела вся Толикова жизнь я тебя предупреждал у меня лишних денег нет международные звонки здесь стоят недешево надо как-то соизмерять свои аппетиты со своими возможностями бог ты мой здесь все с утра до ночи говорят только о деньгах даже русские с их бескорыстием не серчай барин заработаю отдам хочется верить но пока мест мне дали понять что местная печать в твоих услугах не нуждается отказали везде отказали да нет ты что-нибудь не так понял не могли они отказать на каком основании чисто советский синдром ты еще спроси по какому праву тут тебе не Москва паренек качать права будешь в родном Жеке но как они успели все прочитать нет нет тебя просто обманули за такой короткий срок невозможно прочесть даже один мой роман видишь ли в редакциях сидят профессиональные люди и мне зачем читать тебя целиком достаточно десяти страничек чтобы понять что твоя фамилия не толстой толик задохнулся от возмущения пытался что-то сказать но вместо слов из гортания его вырвалось какое-то бульканье он сел на диван и закрыл лицо руками Андрей смотрел на него печально и сочувственно ладно собирайся попробуем сунуться еще в одно местечко только на этот раз таскай свое творчество сам я тебе больше не носильщик обстановка издательского офиса не вызывала в толике никаких уважительных эмоций три задрипанных комнатушки сплошь забитые пыльными связками книг и журналов в анонимно серых обложках да и сам хозяин офиса хрупкий старичок в простом костюмчике больше походил на среднего советского бухгалтера нежели на серьезного парижского издателя самой яркой и шумной фигурой в этой скромной обители был здоровенный говорящий попугай попугай говорил исключительно по-русски он раздражал толика тем что постоянно встревал в разговор и задавал дурацкие вопросы посредством цитат из русской классики ну хорошо пусть вам не нравится моя проза но почитайте хотя бы мою публицистику к примеру вот это амурные похождения Екатерины Фурцевой послушайте нас не интересуют ничьи амурные похождения я готов дать вам тысячу франков из личных денег но я не могу рисковать репутации издательства скажи-ка деде ведь не даром хрипло заорал попугай и требовательно уставился на толика черт подери да кто вам сказал что печатая мои вещи вы чем-то рискуете меня читает вся советская интеллигенция не могу ей этого запретить о вкусах не спорит хотя лично я на ее месте читал бы Гоголя Русь Русь куда несешься ты Русь Русь куда несешься ты снова прохрепел попугай и нахохлившись замер видимо потрясенный глубиной вопроса а позвольте поинтересоваться у вас есть лагерный цикл мордовские рассказы вы что сидели в Мордовии вопрос был неожиданным и попал в точку Толик смущенно заерзал в кресле но по инерции продолжал сохранять наступательный тон нет не сидел а разве это необходимо есть документы свидетельства очевидцы писатель имеет право на художественный домысел мой вам совет никогда не пишите о страданиях которых не испытали лично это неблагородно нет ты слыхал они еще нас учат ну конечно им отсюда виднее что делается в наших лагерях мне виднее я отсидел там 13 лет извините у меня еще сегодня много работы сожалею что не смог быть вам полезным Толик сгреб со стола свои листочки подхватил свой необъятный чемодан и кренясь на ходу как корабль получивший пробоину направился к выходу это русские войны ни к силу ни к городу спросил попугай Толик не ответил Андрей спускался по лестнице первым он шел легкой походкой независимого человека даже даже не оборачиваясь на своего спутника видимо пребывая в спокойной уверенности что тот наверняка следует за ним Толик красный злой и взъерошенный одышливо пыхтел сзади волоча за собой злополучный чемодан не вешай нос среди здешней русской эмиграции есть состоятельные люди найдем тебе покровителя найдешь их тут у них один принцип выгодно или невыгодно а на русскую литературу им наплевать торгаши вонючие а ты как думал тут тебе не московская кухонька бутылка водки килька в томате и карбонарские разговоры до утра тут работать надо слушай-ка а не плюнуть ли нам на великую русскую литературу а у меня на примете есть одна толковая фирма они делают прелестные гробы что какие к черту гробы шути поизящней а то у меня нервы не в порядке я не шучу чистое дело и приличные деньги работают в основном эмигранты поляки сербы турки издеваешься да лучше я подохну с голоду чем стану делать гробы я не гробовщик я писатель ты уверен спрячь свои амбиции дружок в Париже хороший гробовщик стоит дороже чем говеный писатель толик втащил чемодан в комнату и бухнул его на пол затем пошарил в шкафу и достал оттуда заветный моток веревки он долго и тщательно ладил петлю придирчиво вымерял длину веревки вдумчиво изучал потолок когда же наконец он надел петлю себе на шею закрыл глаза и попытался сосредоточиться перед прыжком в вечность за стеной ликующе скрипнули диванные пружины и во всю мощь загремела неизбывная кумбия толик стоял на стуле с закрытыми глазами из петлей на шее не будучи в силах даже возмутиться он стоял величественный и оскорбленный как приготовившийся к молитве пустынник на голову которому нагадил случайный орел затем сбросил с себя петлю и принялся отвязывать веревку здесь в коридоре кумбия гремела еще громче толик постучал сначала тихонько потом настойчивее ему не ответили тогда он толкнул дверь и шагнул в комнату шагнул и обмер в комнате сплошь заклеенной портретами Маркса и Че Гевары прямо под кумачевым транспарантом с пламенной формулой патриа амуэрте на утлом «Слишком Тогда Толик размашисто прошагал через всю комнату, протянул руку к магнитофону и резко нажал нужную кнопку. Кумбия смолкла. Вот так. И давайте договоримся впредь без музыки. Все то же самое, но без музыки. Рикардо наконец сообразил, что происходит, и с яростным рыком ринулся на Толика. Какое-то время Толик трепыхался в его мощных лапах, как перепелка в селке. Потом мир для него перевернулся, и он почувствовал, что летит. Приземлился он на той же лестничной площадке, что и злосчастный Хорхе Гонсалес, в точности повторив его траекторию. Захлопали двери. Дом, охочий до зрелищ, привычно заполнял галерку. Шумно гомонили лилипуты. Опасливо шуршали кришнаиты. Снизу из рецепции к вахча прискакала мадам Лоран. Последней появилась Сильви. Рикардо, застигнутый публикой неглиже, неожиданно застеснялся и нырнул к себе в комнату. Оттуда, больше для порядка, выкрикнул еще несколько раскатистых испанских ругательств и только после этого захлопнул дверь. Толя, как ты себя чувствуешь? Он тебя не ранил? Ничего, только башкой треснулся. Ты видел, как я летел? Да, это было эффектно. Ты летел, как Хорхе Гонсалес, вверх тормашками. Я летел, как буревестник. А вот приземлился неэлегантно. Но я потренируюсь. Он поднял глаза. Галерка смотрела на него с доброжелательным ожиданием. Любой спектакль требует внятной точки. Что ж, традиция есть традиция. Спасибо за внимание, господа. Простите, что мало. Надеюсь, в ближайшее время побаловать вас чем-нибудь еще. Мрачный Толик, раздетый по пояс, сидел на диване. Сильви хлопотала вокруг него, как трепетный реставратор, вокруг античной статуи, щедро заклеивая пластырем свежие ссадины. Что за манера трахаться под музыку? Да еще под портретами вождей. Это что, как-то бодрит? Или это просто марксистский принцип? Сильви понимала, что эксцентричные супруги Фуэнтес меньше всего занимают сейчас Толиковы мысли. Сейчас произошло нечто посерьезнее и пострашнее, чем скандал на лестнице. Сегодня разом рухнули все Толиковы иллюзии и погребли под своими обломками не только его гордыню и честолюбие, но и самое желание жить. Толя, а может нам попробовать издать твою книгу за собственный счет? Я не знаю, сколько это может стоить, но у меня есть кое-какие сбережения. Еще чего! За собственный счет пусть издаются графоманы. А настоящая литература не нуждается в милостыне. Она сама эту милостыню подает. Извини. Просто ты мне нравишься, и мне хотелось тебе помочь. По-моему, это вполне естественное желание. Ты мне тоже нравишься. Но у тебя есть только один способ мне помочь. Надо каждый день говорить мне, что я гений. Это нетрудно. Можно я начну прямо сейчас? Ты гений. Ты гений. Ты гений. В дверь вежливо поскреблись, и на пороге возникла мадам Лоран. Из-за ее не очень внушительных бедер выглядывали встревоженные мордашки лилипутов. Пришедшие заговорили громко, одновременно и без пауз, пытаясь перекричать друг друга. Все это вместе создавало впечатление сплошного, неумолчного, цикадного звона, из которого трудно было выловить какой-нибудь один магистральный звук. О-ла-ла! Полис! Полис! О, полис! Полис! Мадам Лоран говорит, что кто-то вызвал сюда полицию. Полицейские уже прибыли и хотят побеседовать с пострадавшим. То есть с тобой. Похоже, между хозяйкой дома и ее маленькими квартирантами назревал нешуточный конфликт. Лилипуты гневно дергали мадам Лоран за юбку. Та шипела на них, как гусыня на непослушных гусят. Не найдя согласия в своих рядах, вся компания снова развернулась к Толику и Сильве. Мадам Лоран просит тебя замять недоразумение. Она говорит, что до сих пор ее дом пользовался приличной репутацией, и ей не хотелось бы иметь неприятности с полицией. О чем речь? Скажи ей, что месье Фуэнтес мне даже симпатичен. Если бы все коммунисты занимались только тем, что с утра до вечера трахали своих жен, мир полюбил бы их как родных. По добродетельному лицу мадам Лоран пробежала тень смятения. Она была явно шокирована демократичностью Толиковых формулировок. Но поскольку главный очаг ее беспокойства был ликвидирован, она рассыпалась в благодарностях и устремилась вниз по лестнице, увлекая за собой ворчащих лилипутов, недовольных столь грубым и очевидным попранием истины. А все-таки хорошо, что этот оперетошный идиот съездил мне по морде. Иногда это бывает полезно. Мужчина не должен кукситься. Он должен бороться. В холле собрались все обитатели дома. Лилипуты и кришнаиты облепили троих полицейских и хором давали показания. Рикардо и Долорес кричали громче всех, но их никто не слушал. С появлением мадам Лоран, Сильви и Толика все взгляды обратились в их сторону. Один из полицейских, видимо старший, безошибочно угадал в Толике пострадавшего. Может ли месье Парамонов поподробнее изложить суть конфликта, произошедшего между ним и месье Фуэнтесом? Сильви перевела вопрос на русский. Никакого конфликта не было? Я спускался по лестнице и оступился. Со мной это бывает. Но свидетели утверждают, что месье Фуэнтес периодически устраивает в доме дебоша на почве ревности. Так ли это? Кто это утверждает? Супруги Фуэнтес – образец семьи. Я в жизни не видел более корректных и воспитанных людей. Сильви чуть не прыснула, но честно перевела сказанное на французский. Следует ли понимать ваши слова таким образом, что у вас нет никаких претензий к месье Фуэнтесу? Абсолютно. Надеюсь, что и месье Фуэнтес не испытывает ко мне никаких иных чувств, кроме уважения и симпатии. Рикардо заулыбался, закивал, зажестикулировал и кинулся сжимать Толика в объятиях с такой страстью, как будто внезапно встретил фронтового друга, которого уже не чаял застать в живых. Толпа заметно поскучнела, потеряла интерес к происходящему и стала потихоньку разбредаться по этажам. Полицейские оттерли в сторону мадам Лоран и в полголоса уточняли с ней какие-то формальности. В холле остались только две пары. Рикардо и Долорес, Толик и Сильвий. Рикардо отвесил Толику картинный поклон и, сделав серьезное и важное лицо, произнес несколько фраз на своем ломаном французском. Рикардо говорит, что он приносит тебе свою благодарность. Сегодня ты помог не Рикардо Фуэнтесу, сегодня ты помог революции. Пошел он в жопу со своей революцией. У меня от своей изжога. Робеспьеров до хера, а работать некому. Так и перевести? Нет уж, я сделаю свой перевод. Во избежание неприятностей. Видимо, Сильвий сделала перевод весьма далекий от оригинала, ибо Рикардо расплылся в довольной улыбке и разразился еще более пространной тирадой. Рикардо очень рад, что вы единомышленники. Сегодня годовщина свадьбы Рикардо и Долорес приглашены только самые близкие друзья. Семья Фуэнтес считает нас таковыми. И снова затрещали маракасы и застонали гитары. Гостей набралось человек пятнадцать. Мужчины и женщины, в основном молодежь. Гортанные, смуглые, белозубые. Все они, видимо, были детьми одной и той же страны. Улыбающийся Рикардо галантно наполнял бокалы и делал пряные комплименты женщинам. Танцующая Долорес раскручивала юбку вокруг бедер, время от времени демонстрируя присутствующим трусики цвета кумача. Томный Хорхе Гонсалес смотрел на нее глазами, похожими на две лопающиеся от сока вишни. Толик и Сильви толкались среди танцующих пар, как два ПТУшника на выпускном балу. Толику было хорошо и спокойно. Даже портрет Маркса на стене не вызывал у него никаких эмоций. Дед как дед, а если прищурится, то даже смахивает на Дарвина. Неожиданно музыка оборвалась. Рикардо пожелал сказать спич. Говорил он долго, хрипло и энергично, рубя воздух обеими руками, как в общем и полагается уважающему себя лидеру. Глаза присутствующих горели нездешним огнем. Некоторые сморкались в носовые платки. Ты бы хоть перевела, а то сижу как тумбочка. Он говорит по-испански. Я поняла только два слова – любовь и революция. Рикардо закончил речь и тут же запел «Интернационал». Все слаженно поддержали, видимо, это было традицией. Толик пел вместе с ними. Пел по-русски, с трудом вспоминая слова. Сильви толкнула его в бок. Он поднял глаза и поперхнулся на середине фразы. В проеме открытой двери стоял Андрей. Лицо его было насмешливо и спокойно. Толик судорожно поозирался. Никто не обращал на него внимания. Тогда он потихоньку выбрался из-за стола и почему-то чуть не на цыпочках вышел из комнаты, не забыв аккуратно притворить за собой дверь. Славные у тебя приятели. И очень музыкальные. Почему бы тебе не разучить с ними пару песен Серафима Туликова? Понадобиться – разучу. Это не твое дело. И вообще мне надоело, что ты учишь меня жить. Да что ты? А тебе не надоело, что я оплачиваю твое существование? Или это тоже не мое дело? Пойми меня правильно. Я очень благодарен тебе за поддержку. Но нельзя же обращаться со мной, как с семилетним пацаном. Внезапно интернационал, уже набравший было грозовые обертона, оборвался на полуфразе. Дверь комнаты Фуэнтеса встреском распахнулась, и оттуда панической ласточкой выпорхнул Хорхе Гонсалес. Изящно приземлившись на своей обычной посадочной площадке, он быстро вскочил на ноги, одернул задравшийся пиджак и, заметив случайных зрителей, философически развел руками. Мол, чего же иного ждать от этого дикаря Рикардо? Такой уж у него поганый характер. Как мило. Простенько и доступно. И часто вы так развлекаетесь? Да, рядовой аттракцион. Орля-то учатся летать. У нас еще и лилипуты есть. А теперь о деле. Некая дама прочла пяток твоих рассказов и, кажется, готова их напечатать. Правда? Так что ж ты молчал? Пять рассказов – это, конечно, чепуха, но лиха беда начала. А что за дама? Серьезная дама. Прапрапраправночка художника Кипренского или его однофамильца. Очень авторитетна в русских издательских кругах. Спасибо тебе, Андрей. Ты настоящий товарищ. А то я уж было перестал надеяться. А ты не торопись надеяться. Сначала вам надо познакомиться. Так что живо собирайся и спускайся вниз. Ресторанчик был заполнен наполовину. Публика здесь собралась в основном пожилая и спокойная. Только в темной нише, как кроты в норе, возились невидимые до поры оркестранты. Видимо, готовились к выступлению. Здесь бывают только русские. Русская кухня, русский оркестр. Хотя все это, конечно, клюква для старичков. Повспоминать, поплакать. Молодежь сюда практически не ходит. Мадам заставляет себя ждать. Ты уверен, что она вообще придет? Не нервничай. Что-то насупился, как милиционер в засаде. Ослабь галстук, взбей челку. И вообще, веди себя попроще. Шармерствовать я не буду. Я не Олен Делон. Иди ты. А я вас все время путаю. Ну, раз ты не Делон, у тебя только одно оружие. Пламенный глагол. Толик не успел ответить. Андрей вдруг сорвался с места. И, лавируя между столиками, кинулся навстречу немолодой даме в каштановом парике. Толик надеялся увидеть некую парижскую диву с лебединой шеей и фиолетовыми глазами. Нечто вроде тех, что показывают по телевизору с международных выставок женских мод. А увидел довольно нескладную пожилую тетку в скромном сером костюмчике, напоминавшую скорее школьную директрису или секретаря райкома. Толик захандрил и потянулся к водке. Она, видишь, и желает познакомиться. Тоже мне принцесса монахская. А с Чеховым она не желает познакомиться? Он выдохнул воздух, поморщился и разом опрокинул водку в рот. Оркестр заиграл на сопках Маньчжурии. За столиками оживились, зазвякали посудой, загомонили. Придется немного подождать. У нее сегодня несколько деловых встреч. Она даст знать, когда освободиться. Ах, к ней еще и очередь. Ну, тогда я пошел танцевать. Не могу же я сидеть весь вечер, как дурак с вымытой шеей. Не бузи. И перестань изображать расшалившегося гения. В конце концов, сегодняшнее мероприятие нужно только тебе. Но ты же сказал, будь попроще. Вот я и пытаюсь быть попроще. Почему я не могу потанцевать? Или в этой кунсткамере не танцуют? Сядь. Я сказал тебе, сядь. Если ты сию же минуту не сядешь на место, я плюну на все и уйду. Ой, как страшно. Думаешь, кинул мне башли, так я у тебя в кулаке? Да положил я на твои башли. Я свободен. Понял? Свободен! Толик лихо крутнулся на каблуках, показывая Андрею, до какой именно степени он свободен. И слегка покачиваясь и натыкаясь на столики, целеустремленно двинулся в сторону оркестра. Андрей дернулся было за ним, но так и остался на месте. Господа, господа, насколько я понимаю, мы все пришли сюда, чтобы оплакать горькую судьбу России. Так давайте же крученица организованно. Предлагаю сеанс коллективной ностальгии. Итак, подо что сегодня плачем, господа? Что наиболее эффективно вышибает у нас слезу? Очи черные? Амурские волны? Или подмосковные вечера? Публика озадаченно молчала, но Толик и не нуждался в диалоге. Он достал из кармана несколько скомканных купюр и размашистым жестом швырнул их аккордеонисту. Оркестр заиграл что-то эллигическое. Толик легко, как редиску, выдернул из-за столика какую-то старушку и повел ее в медленном танце, чуть придерживая за талию. Господа, не отлынивать! Плачут все без исключения! Второй столик слева не вижу слез. Третий столик справа не слышу рыданий. Господа Шереметьевы, Юсуповы, Горицыны, почему такая пассивность? Он, наконец, отпустил свою невесомую партнершу. И та опала у него в руках, как проколотый воздушный шарик. Толик элегантно донес ее до первого попавшегося стула и тут же принялся составлять другие танцевальные пары. Он беспордонно срывал с мест старичков и старушек и выталкивал их в центр зала. Белоголовые старички колыхались под музыку, как одуванчиковое поле под слабым ветром. А ну вы отблотки и зайдем слезой во славу Отечества! Столику огна не отколотьтесь от коллектива! Вам что, нечего плакивать? А бессужевские курсы? А Государственная Дума? А уха с растягальными? Он продолжал выкрикивать нечто пламенное, даже когда Андрей сгреб его в охапку и понес к выходу. В последний момент в Толиковых глазах сфокусировалось лицо дамы в каштановом парике. Она смотрела на Толика без улыбки, но с явной заинтересованностью. И Толик решил, что она, в общем, ничего. Не красавица, конечно, но ничего, ничего. Андрей тащил упирающегося Толика к машине и попутно старался успокоить метродотель. Следом за ними на улицу выскочили еще несколько служащих ресторанов. Видимо, гости со столь ярко выраженной индивидуальностью, как у Толика, были в этом заведении большой редкостью. Без рук? Я сказал без рук. В няньках я не нуждаюсь, я вполне взрослый человек и могу сам отвечать за свои поступки. Взрослый, взрослый, ты у нас очень взрослый. Вот только бы отучить тебя писаться в постельку. В холле был пригашен свет. Видимо, все жильцы, включая мадам Лоран, уже спали. Толик ступил на лестницу, как на заминированный мост. Он тщательно проверял подошвами каждую ступеньку, будто она того и гляди, уплывет из-под ног. И все же перед самым финишем случился конфуз. В какой-то момент Толик вдруг не ощутил под рукой перил, потерял равновесие и, хватая воздух руками, грохнулся на все четыре конечности. От него шарахнулись две тени, и он понял, что спугнул любовную парочку. Лилипут и лилипутка замерли в коридорной нише и смотрели на Толика с таким ужасом, как если бы он был внезапно вернувшийся из командировки муж. Лицо лилипута цвело алыми пятнами губной помады. Ай-яй-яй! Такие маленькие, а занимаются такими делами. Вот я скажу вашей пионервожатой. «Она оставит вас без компота!» Наверху скрипнула дверь. Толик поднял глаза. Сильвия стояла на пороге своей комнаты и молча смотрела на Толика. Толик скорбно вздохнул и попытался подняться. Лестница снова попробовала встать на дыбы, но он уже крепко держался за перила. Вот уже минуту Толик чился содрать с себя брюки. Незамысловатый этот трюк сегодня давался ему с превеликим трудом. Брюки никак не хотели расставаться с Толиком, пока он не сообразил, наконец, что не худо бы сначала снять туфли. «Глупый город! Город канареек! Все чего-то клюют, все чего-то щебечут, и никому ни до кого нет дела!» «Толя, а может, это и есть свобода, когда никому ни до кого нет дела? Ты же сам говорил, что в Москве к тебе испытывали слишком пристальный интерес. Что ты знаешь о Москве? Это потрясающий город! Для того, чтобы понять, что такое Москва, надо там жить! Я допускаю, что Москва лучший город в мире, а Россия лучшая в мире страна, но я не могу понять, почему вы оттуда бежите! Ты не можешь понять! И правильно, что не можешь! Запад никогда не сможет нас понять, потому что мы для вас! Величайшая загадка! С этими словами Толик гордо отчалил в туалет. Через секунду оттуда донеслись мучительные звуки рвоты. Среди ночи в доме опять поднялся переполох. Зажглись окна, захлопали двери. Толик открыл глаза, пошарил рукой по одеялу. Сильви рядом не было. В световом прямоугольнике полуоткрытой двери всполошенно метались неясные тени. Толик натянул майку и джинсы и осторожно выглянул в коридор. Пестрая толпа полуодетых жильцов нервно топталась возле комнаты фуэнтесов. Дверь была распахнута настежь, но зрителей собралось так много, что они не могли поместиться в дверном проеме. Лилипуты залезали друг другу на плечи, желая получше разглядеть, что происходит внутри. Толик несколько раз обошел толпу с тыла, пытаясь втиснуть голову в какой-нибудь зазор, но вовремя понял, что это не более здравая затея, чем поместить ее в слесарные тиски. Из-под чьей-то подмышки вынырнула встревоженная Сильви. Полиция арестовала Рикардо. «Оказывается, он был организатором какой-то террористической группы, что-то вроде красных бригад». Толпа любопытствующих всколыхнулась, образуя живой коридор, и двое полицейских вывели из комнаты Рикардо. Лицо его было известково белым, на руках посверкивали никелированные наручники. Рикардо приветственно вскинул руки и выкрикнул что-то по-испански. Мадам Лоран одышливо металась по лестнице, шарахаясь от стен и задевая за перила, как пожилая летучая муч. Она хватала полицейских за руки, пытаясь что-то им объяснить. Те вежливо отстранялись. Мадам Лоран говорит, что семья Фуэнтес всегда была ей не симпатична, но она не подозревала, что пригрела в своем доме бандитов и убийц. Между тем полицейские выносили из комнаты Фуэнтесов ящики с опасной начинкой. Гранаты, автоматы, пластиковые бомбы. Тускло отсвечивали черные автоматные стволы. Толпа завороженно молчала. Где-то в глубине комнаты забилась в истерике Долорес. Сильвия и Толик, расталкивая толпу, кинулись на крик. Всклокоченная и полураздетая Долорес, бурно жестикулируя и обливаясь слезами, произносила трагический монолог, обращенный ко всем сразу и никому в отдельности. Долорес боится, что теперь мадам Лоран выставит ее на улицу. Но Долорес ни в чем не виновата. Рикардо не посвящал ее в свои дела. В толпе зашмыгали носами. Если еще минуту назад симпатии жильцов были на стороне романтического бунтаря Рикардо, то теперь единственным объектом их сочувствия была бедная покинутая Долорес. Долорес говорит, что она никогда не любила Рикардо. Ей всегда нравился Хорхе Гонсалес. Но Хорхе был женат, и она не хотела разбивать семью. Долорес рванулась к платиному шкафу, рывком распахнула дверцы и вытащила из вороха шматья неведомо, как и откуда попавшую сюда, буденовку. Долорес говорит, что Рикардо был политический извращенец. Когда он занимался с ней любовью, он заставлял ее надевать вот эту. Долорес нахлобучила на себя буденовку и выразительно развела руками, точно призывая всех стать свидетелями ее поруганной чести. Так и стояла она перед разноцветной и разноязыкой толпой экзотической дитя-экватора в выленившей русской буденовке, не умеющей постичь все запутанные экзистенциальные связи этого безумного мира. Утром уезжали лилипуты. Они высыпали на улицу стайкой цветных калибр. Цирковая дирекция прислала за ними специальный автобус. Два огромных негра забрасывали в багажное отделение саквояжи и чемоданы. Часть жильцов спустилась вниз проводить отъезжающих. Пусть едет дом. Как все-таки люди привыкают друг к другу. Вот уедут эти маленькие, и жизнь станет немножко другой. Автобус наконец тронулся, открывая противоположную сторону улицы. И Толик вздрогнул от неожиданности. Перед ним, облокотившись на капот своего автомобиля, стоял улыбающийся Андрей. Добрый день, мадемуазель. Вы не возражаете, если я украду вашего друга? Нам предстоит срочный деловой визит. Вот это сюрприз! Толик торопливо вытряхивал из плотяного шкафа все его небогатое содержимое. Я-то думал, что после моего выступления в ресторане она и слышать обо мне не захочет. Я тоже так думал, но женская душа потемки. Андрей долго и дотошно перебирал Толиковы галстуки, пока, наконец, не выбрал более или менее подходящий. Я считаю, что ты обычная свинья, а она считает, что ты неординарная личность. За стеклом автомобиля проплывал универмаг Тати. Толик, прежде не видавший Тати ни в кино, ни по телевизору, ни воочию, сумел бы узнать его и без вывески. Это был знаменитый дешевый рай для советских туристов, не менее знаменитый в Москве, чем, скажем, Лувр или Эйфелева башни. За универмагом потянулись крохотные ловчонки без названия, торговавшие одеждой и обувью. Турецкие, алжирские, марокканские. А куда мы, собственно, едем? Надеюсь, не в тот же самый ресторан? Мы едем к ней домой. У вас сегодня конфиденциальная встреча, то есть без меня. Как это без тебя? Это что еще за игры? Я что, похож на Альфонса? Нет, Толик, до Альфонса тебе далеко. Альфонсы меньше комплексуют и гораздо лучше одеваются. В маленьком турецком магазинчике Толику выбирали костюм. Владельцы магазинчика, шумная турецкая семья, старики, взрослые, дети хором давали советы, восхищенно цокали языком, вытаскивали на свет Божий все новые костюмы. Андрей придирчиво щупал материю, морщился, отрицательно качал головой и тыкал пальцем в очередную модель на витрине. Ну, на кой мне костюм? Я же не свататься еду. А для деловой встречи сойдет и мой собственный. Он вполне приличный, болгарский. У тебя жирное пятно на лацкане, а ты его даже не заметил. И вообще такое впечатление, что ты носишь этот костюм с детства. Наконец Андрей утвердительно кивнул головой. Долгожданный выбор обновки состоялся. Толик нехотя отправился в примерочную кабинку. Он уже почти разделся, когда занавеска чуть отодвинулась и в кабинку всунулась лукавая мордочка Турченка. Пацаненок пробормотал какие-то извинения и положил на стул рядом с Толиком нарядный целлофановый пакет. Обновляться так обновляться. В пакете носки и плавки. А это еще зачем? Зачем мне носки и плавки? Лучше быть во всеоружии. Мало ли как сложится беседа. За окном тянулись парижские пригороды. Нахохлившийся Толик в новом костюме и с букетом роз напряженно молчал всю дорогу. Наконец не выдержал. Послушай, насколько я понимаю, речь должна идти о публикации моих рассказов, так? Тогда для чего весь этот маскарад? И при чем тут носки и плавки? Дикий человек. Ну, если у дамы возник интерес к тебе не только как к писателю, но и как к мужчине, то что же в этом плохого? Я бы гордился. Автомобиль остановился у опрятного двухэтажного дома с черепичной крышей. Вытряхивайся. У меня есть еще кое-какие дела. Я смотаюсь на часик в одно место, а потом вернусь за тобой. Окей? Толик безропотно выбрался из машины и еле волоча ноги побрел к дому. Некоторое время он топтался перед дверью, не решаясь нажать кнопку звонка. А затем неожиданно сорвался с места и, что было духу, кинулся обратно. Толик колотился об автомобильное стекло, как гигантский махаон, попавший в керосиновую лампу. Пойми, я не могу туда идти. Это пошло и гнусно. В конце концов, у меня есть принцип и у меня есть любимая женщина. Какая же ты сволочь! Я думал, ты товарищ, а ты... сволочь! Сволочь и сутенер! В огромной гостиной мадмуазель Киприенский. В окружении бронзы и хрусталя, зеркал и картин, Толик произносил пылкий монолог. Видимо, монолог изрядно затянулся. Хозяйка откровенно скучала и поглядывала на себя в зеркало. Толик это видел, но продолжал говорить, попутно обдумывая варианты вежливого бегства. Я ехал сюда с надеждой, что местная русская диаспора отнесется ко мне, ну, если не с интересом, то хотя бы со вниманием. Где же еще искать пристанище вольному русскому слову, почти задушенному советской цензурой? Как не здесь! И что же я вижу? Сварить еще кофе? Нет, спасибо. И что же я вижу? Я вижу на Западе ту же самую цензуру, только не идеологическую, а финансовую. Русское зарубежье поражено цинизмом, прагматизмом и нравственной глухотой. А между тем, именно русское зарубежье это последняя надежда советского андеграунда. Хотите что-нибудь выпить? Нет, спасибо. Да, конечно. Парижские издательства сделали для русской словесности чрезвычайно много, но ведь русская словесность не ограничивается одним Солженицыным. Есть и другие талантливые писатели. Может, перенесем нашу беседу в спальню? Да! К-конечно. У Толика пересохло в горле. Втайне он все-таки надеялся, что эта дурацкая пьеса обойдется без постельного эпилога. Хозяйка, раскачивая необъятными бедрами, двинулась в направлении спальни. Гость некоторое время потоптался на месте, а затем обреченно поплелся за ней. Он вошел в спальню и замер на пороге. Мадмуазель Кипренски уже успела облачиться в розовый пеньюар и теперь лежала в белом мареве Алькова похожая на гигантский сливочный торт. Ну что же вы? Или вы боитесь? Впрочем, правильно делаете, что боитесь? В постели я радикал. А я? Нет. Я как раз очень умеренный. Может, поладим на компромиссе? Мадмуазель Кипренски молчала, глаза ее отливали хищной зеленцой. Толик понял, что ответа он не дождется и, зажмурившись, стал стягивать с себя пиджак, рубашку, галстук. Андрей подъехал к дому мадмуазель Кипренски чуть раньше оговоренного срока. Толика на улице еще не было. Андрей посмотрел на освещенные окна, глянул на часы и, откинувшись на спинку сиденья, закурил. Толик уже топтался в прихожей, не зная, чем себя занять. И потому в сотый раз поправлял галстук, когда мадмуазель Кипренски наконец вернулась из ванны. Сейчас она была без макияжа и от нее пахло хорошим мылом. Вы уже уходите? Очень жаль. Я бы хотела еще поболтать. Но будем надеяться, это не последняя встреча. Вы были очень милы. Большое спасибо. Мне самому очень жаль, но у меня масса дел. Кстати, вы ничего не сказали о моих рассказах. Ах, рассказы! Да-да, действительно. Я прочитала несколько ваших рассказов. Мне кажется, они не заинтересуют наших читателей. То есть как? Мне говорили, что рассказы вам понравились? Вы же сами выразили желание их напечатать. Не расстраивайтесь. Ну, сколько вам заплатили бы за вашу публикацию? Ну, две, ну, три, четыре тысячи франков. Так вот вам пять тысяч и забудем об этом. Она порылась в складках халата, достала оттуда увесистую пачку банкнот и, не считая, сунула Толику в карман. Пол поплыл у Толика под ногами. Он пришел в себя, только когда оказался на лестничной площадке. Хозяйка приветливо улыбалась ему из дверного проема. Ах ты, тварь! За кого же ты меня принимаешь? За платного осеменителя? Да провались ты со своими франками! И запомни, русские писатели не продаются! Он с силой швырнул банкноты в дверной проем, но дверь успела захлопнуться раньше, и разноцветные бумажки разлетелись по всей лестничной площадке. Толик постоял, почертыхался, затем опустился на корточки и стал аккуратно собирать разбросанные им купюры. Обратно ехали опять же молча. Толик гневно пламенел глазами и курил сигарету за сигаретой. Андрей искоса поглядывал на Толика, но задавать вопросы не решался. Можно было спровоцировать взрыв. Останови! Вот здесь, возле кафе. И не жди меня. Я доберусь на метро. Алкаш! Или станешь алкашом. Так тебе никаких денег не хватит. Успокойся! Сегодня я пью на свои! Эти денежки заработаны честным трудом! Он вынул из кармана скомканный ворох купюр. Две из них выскользнули из пальцев и спланировали на сиденье. Андрей подобрал их и протянул Толику. Оставь себе! Проститутки обязаны делиться с сутенерами. Я правильно понимаю местные нравы? Сквозь стекло кафе Андрей видел, как Толик примастился у стойки бар. Спустя несколько секунд перед ним появилась бутылка водки. Толик наполнил стакан до краев и осушил его в один прием. Он пил крупными, жадными, судорожными глотками, как измученный трехдневной жаждой бедуин, наконец-то добравшийся до колодца. Прислонившись к двери своей комнаты, чтобы хоть как-то задержаться в положении, приближенном к вертикальному, Толик сосредоточенно шарил по карманам, пытаясь отыскать ключи. Из комнаты Сильви доносились женские голоса. Один из них, резкий, гортанный, хрипловатый, принадлежал Долорес, другой, спокойный, мягкий, увещевающий, Сильви. Суть диалога Толику разуметь не мог. Женщины говорили на французском. Так и не найдя ключей, Толик постучался в комнату Сильви и, не дожидаясь приглашения, толкнул дверь. Хозяйка комнаты и Долорес сидели на кровати, обнявшись. Долорес плакала в голос, Сильви пыталась ее утешить. Долорес получила письмо от Рикардо. Он просит о помощи. Похоже, ему грозит длительное тюремное заключение, хотя лично я не вижу, чем мы можем ему помочь. Долорес замерцала влажными глазищами и с ресниц ее сорвалась тяжелая слеза. Толик плохо усвоил смысл сказанного, но глаза Долорес сделали свое дело. Он тут же втянул живот и выпитил грудь. Она просит тебя встретиться с друзьями Рикардо. Хорхе Гонсалес хочет провести акцию протеста, чтобы привлечь к судьбе Рикардо внимание общественности. Долорес смотрел Анатолика так умоляюще, что он, так и не взяв в толк, что от него добиваются, все-таки счел необходимым утвердительно кивнуть. Долорес защебетала что-то на своем испано-французском и отпечатала Анатоликовой щеке звонкий поцелуй. «Она говорит, что ты настоящий друг. Рикардо сообщил ей в письме, что ты известный писатель и твое участие в акции придаст ей больший резонанс». Толик насупился, не зная, как реагировать на неожиданный комплимент и снова кивнул. Дескать, что есть, то есть. Чего уж тут скромничать. На пороге Долорес обернулась и напоследок обожгла Толика взглядом цвета расплавленного гудрона. «Прости, Толя, ты что, действительно собираешься участвовать в какой-то там акции протеста?» «А, почему бы и нет? Если Рикардо считает, что моя репутация может ему помочь». «Какая репутация? Ты здесь никто! У тебя нет даже статуса политического беженца!» «Бороться за справедливость можно без всякого статуса. Достаточно того, что я просто человек». «Но почему ты думаешь, что защищая Рикардо ты борешься за справедливость? А что, если он и в самом деле обыкновенный террорист?» «Я не знаю, кто он такой, но я знаю, что он человек идеи, а такие люди мне импонируют». «Господи, но ты же сам говорил, что ты противник этой идеи, что тебе отвратительно любое насилие». «Да, я против насилия, и в этом смысле их идея несовершенна, но она объединяет людей. Посмотри, как горят у них глаза, когда они говорят о будущем человечества. Посмотри, как они простодушны, отважны и бескорыстны. Им плевать на деньги и на комфорт. Они хотят отдавать, а не хапать. А чего хочет Запад? Чего хочешь лично ты? Домик в Ницце? Миллиард в швейцарском банке? Ежегодный отдых на Гавайях? Ненавижу, ненавижу ваши разговоры о башлях, ваши постные тусовки, ваши приклеенные улыбки. Ненавижу, ненавижу. Толя, а может быть все проще? Может быть просто тебя в детстве сильно переласкали? Может быть мир и не виноват, что из тебя не получается толстой? Что ты сказала? Да кто ты такая, чтобы меня оценивать? Дрянь! Ты всего лишь обычная потаскушка. Убирайся вон, я не желаю тебя видеть! Я бы с удовольствием это сделала, но, к сожалению, я у себя дома. Если ты не желаешь меня видеть, может быть проще уйти тебе самому? Толик поозирался, сообразил наконец, где находится, и пулей выскочил из комнаты. С грохотом захлопнулась дверь, Сильви заплакала. Проснулся он поздно. Солнце уже стояло в зените. Толик оторвал чугунную голову от подушки и тут же увидел лежащий у изголовья розовый конверт. Он долго и сосредоточенно вглядывался в прыгающие строчки, не умея сразу схватить их простой и пугающий смысл. А когда наконец это удалось, лоб его покрылся мгновенной испариной. На крохотном листочке рукой Сильви было написано всего несколько слов. «Прощай, я буду скучать по тебе. Видно, не судьба Сильви». Внизу в холле перепуганная мадам Лоран изо всех сил отбивалась от обезумевшего Толика. «Где Сильви? Куда она уехала? У вас должен быть ее адрес или телефон. Она не могла исчезнуть просто так!» «Мадам Лоран говорит, что Сильви уехала сегодня ночью. Единственное, что она просила передать тебе это письмо». Толик обернулся. За спиной стояли двое. Как всегда респектабельный, гладко выбритый, благоухающий дорогим одеколоном Андрей и малогабаритный господинчик в старомодном котелке и темных очках. «Мадам Лоран говорит, что Сильви собиралась остановиться у своей подруги, пока не подыщет новую квартиру. А адреса и телефона подруги не оставила». Толик кажется, только теперь осознал, что произошло и зарыдал беззастенчиво, бурно, открыто, не стесняясь присутствующих. Андрей вынул носовой платок и принялся утирать ему слезы. Толик точно капризный ребенок отворачивал физиономию в сторону и взбрыкивал руками, но Андрей терпеливо продолжал делать свое дело. Не драматизируй ситуацию. Ты здесь безгоду неделя. Ты даже не успел узнать ее как следует. А между тем, в Париже полным-полно хорошеньких женщин. Как ты не понимаешь? Я же люблю ее! Она была моей единственной отдушиной в этой газовой камере. Без нее я просто умру. Будешь умницей, не умрешь. Человечество не допустит твоей гибели. Вот у месье Леруа есть замечательная идея, как поставить тебя на ноги. Господинчик в котелке и в очках, услышав свою фамилию, молча и коротко поклонился. Вид у него был весьма экстравагантный и таинственный, если не сказать детективный. Коровьев, мелькнуло в голове у Толика. Чистый Коровьев. Месье Леруа предлагает тебе свои издательские услуги. Ты можешь написать книжку, которая станет бестселлером. Серию психологических этюдов из твоей собственной жизни. Но название месье Леруа диктует свое. Дневник стукача. Толик оглушенно молчал. Он медленно переводил взгляд с Андрея на месье Леруа и обратно, сились по их глазам понять, не ослышался ли он. А если не ослышался, то не шутка ли это? дневник стукача. А почему собственно стукача? Я к этой профессии, извините, не имею никакого отношения. Вероятно, месье Леруа меня с кем-то перепутал. Да ты не задирайся. Предложение, конечно, пикантное, но поверь, никто не хочет тебя уколоть. В конце концов, судьба у каждого складывается по-своему. Просто есть реальная возможность заработать приличные деньги. Гадина, ты украл у меня все. Достоинство, самоуважение, любовь. Ты превратил меня в насекомое. Теперь ты хочешь украсть у меня последнее. Покой. Я ненавижу тебя. Ты дьявол. Дьявол! Да, от скромности ты не умрешь. Но какой же уважающий себя дьявол станет тратить силы на такую бесцветную моль, как ты? Я просто обыкновенный идиот, который надеялся, что тебе можно помочь. Нет, ты дьявол! Теперь я все понял! Ты специально окружил меня своими людьми, которые должны мне твердить, что я бездарь! Ты Евпатий! Вы вдвоем все это устроили, вы хотели отомстить мне за оглаю! Он уже ничего не видел, ничего не соображал, ничего не чувствовал, кроме бесконечной, клокочущей, всепоглощающей ненависти. Перед глазами его, как в оптическом прицеле, прыгала переносица Андрея, ненавистная переносица, которую следовало немедленно разбить, раскрошить, расквасить, чтобы пришли наконец желанные покой и равновесие. Толик схватил с конторки мадам Луран увесистый пресс-папье и замахнулся было на Андрея, но тот успел перехватить Толикову руку и пресс-папье с грохотом упала на пол. Андрей крепко уцепил Толика за подбородок и залепил ему несколько звонких пощечин. Толик мгновенно пришел в себя, в глазах появилось привычное плаксивое выражение. Подвывая, как больная собака, он бессильно опустился на колени. Я заплатил мадам Луран еще за неделю, но это последнее, что я для тебя делаю. Дальше помогай себе сам. Андрей и месье Леруа исчезли. Толик встал с колен и отряхнул брюки. Мадам Луран пересчитывала деньги. Толик поднимался по лестнице. Впервые он почти физически ощущал, что дом пуст. Ушли куда-то кришнаиты со своими трещотками. Уехали лилипуты, арестован Рикардо, исчезла Сильви. И вот теперь ушел Андрей. Никого. Никого. В опустевшем помещении, как муха в стакане, звенела тоскливая тишина. Толик уже одолел последний лестничный пролет, когда на верхней лестничной площадке открылась дверь. На ярком свету Долорес казалась голой. Халат просвечивал насквозь. Толик не удивился. Он знал, что здесь его ждут. Более того, он знал, что только здесь его и ждут. Сейчас это было единственное место на земле, где его Толика Парамонова хотели видеть. Едва за Толиком захлопнулась дверь, Долорес начала очередной монолог. Толик всегда удивлялся, как ей удается выговорить такое количество слов за такое короткое время. Она продолжала говорить и тогда, когда Толик снял с нее халат. И даже тогда, когда он повалил ее на диван, Толик не прислушивался к монологу. Пафос его он понимал и без перевода. Через каждое слово проскакивало «Революция, Рикардо, Рикардо, революция». «Да, да». дернулся, как ящерица, готовая закопаться в бархан, но цепкие пальцы Долорес уже стирали с него рубашку. Толик ополовинил стоящую на столе бутылку водки и теперь бесцельно слонялся по комнате, маясь внутренними монологами. первым делом надо найти Сильвию. Легко сказать «надо найти». Я даже не удосужился спросить, где она учится. А как быть с этой дурой Долорес? Ведь я же обещала ей поддержку. кстати, не такая уже она и дура. Все-таки она человек идеи. Он мельком глянул на себя в зеркало, глянул и ужаснулся. Лицо пожилого упыря, набрякшие веки, глазные белки в частой сеточке кровяных прожилок. Стойкий апоплексический румянец на щеках. Нет, нет, нельзя глушить водку в таких количествах, иначе можно надорвать сердце. Лечение здесь стоит дорого. Может, это Сильвия? Она добрая девочка, она не может долго обижаться. А черт, как же я мог забыть, что полчаса назад заказал разговор с Москвой? Евпатий. Дружок, ты мой дорогой, ты сейчас единственный, кто может меня спасти. Только окажись дома, умоляю тебя, окажись дома. Толик цепко ухватил трубку, точно опасался, что она может выскользнуть у него из рук и сигануть под диван. Уи, 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 мадемуазель, я заказывал разговор с Москвой. Алло, с кем я говорю? Это Парамонов из Парижа. Мне нужен Евпатий Воронцов. А когда он будет? Что-что? Как это арестован? Этого не может быть. А когда его... когда это случилось? В трубке продолжали говорить, но Толик уже ничего не слушал. Вот тебе и чайник со свистком. Ах, Евпатий, Евпатий. Вот теперь у Толика и впрямь никого не осталось. Толик подошел к зеркалу и пристально вгляделся в своего двойника. небритый угрюмец из зеркальной рамы смотрел на него с нескрываемым отвращением. Но где-то там, в глубине его зрачков пряталось и другое ожидание и интерес. Соврешь или не соврешь? прости меня, Евпатий. Прости, Аглая. Я все искуплю, вот увидите. Умереть за свободу можно везде. Везде, не только в России. Было шесть часов утра, когда на одной из улочек в Клиши появилась необычная процессия. Она медленно и торжественно двигалась мимо закрытых еще ловчонок, неся над собой колышущиеся алая марева из флагов и транспарантов. Во главе процессии шли Толик, Долорес и Хорхе. За ними следовало еще человек двенадцать. Молодые, белозубые, с оливковой кожей, они были для Толика невыгодным фоном. В их окружении он выглядел как внезапно воскресший покойник. Время от времени кто-то из демонстрантов чуть приотставал, чтобы наклеить на стену очередную листовку. Листовок было великое множество. На каждой из них гневно пламенело свободу Рикардо Фуэнтесу. Демонстрация дошла уже почти до середины улицы, когда Хорхе вдруг коротким броском метнул в одну из витрин гранату. Грохнул взрыв. Волна от него прокатилась по соседним витринам. В жилых помещениях со стоном осыпались окна. Где-то пронзительно завизжала женщина. Взрыв исследований один за другим. Неподалеку взвыла полицейская сирена. Несколько раз к ряду сухо стрекотнул автомат. Демонстранты поспешно забрасывали улицу дымовыми шашками. Толик уже не видел ни Долорес, ни Хорхе. Глаза его слезились от едкого дыма, но он продолжал идти вперед, выставляя над головой точно спасительную хоругвь плакат с лозунгом по-французски «Свобода или смерть?» Полицейские машины выплыли из тумана буквально в десяти метрах от Толика и теперь пялились на него цветными мигалками, как аборигены чужой планеты на неведомого земного пришельца. Толик остановился. Дым оседал рваными клочьями, в белой пелене образовались созоры и теперь Толик отчетливо видел полицейских. Ему что-то крикнули в мегафон, он не услышал. Все происходящее казалось Толику настолько неправдоподобным, что он даже не испытывал страха. Придавал уверенности и крохотный дамский пистолет, накануне подаренный ему Долорес. Пистолет лежал в кармане плаща. Его опасный холодок Толик чувствовал даже сквозь одежду. Толик поднял плакат повыше и крикнул по-русски. Да здравствует свобода! Да здравствует революция! Да здравствует Рикардо Фуэльтос! Он поперхнулся дымом, снова откашлялся и хотел было выкрикнуть что-то еще, но вдруг услышал за спиной легкий щелк затвора. Звук был близкий и внятный. Толик обернулся. Облокотившись на капот автомобиля, в него целился молодой полицейский. Толик хорошо видел его лицо. Анонимное лицо исполнителя. Этот не будет выкрикивать лозунги, он просто нажмет курок. И тогда Толик выстрелил первым. Выстрелил прямо в это молодое, красивое, равнодушное лицо и увидел, как оно взорвалось кровью, расплылось, перестало существовать. В тот же миг со всех сторон затрещали выстрелы. И Толик, стоя в центре круговой пальбы, даже не успел понять, что стреляют именно по нему. Тело его содрогалось от выстрелов, а он все продолжал стоять, будто запретил себе падать, пока не получит ответа на последнюю свою догадку. Неужели это он, Толик Парамонов, золотой медалист 136-й московской школы, убит сегодня утром на улицах города, о котором мечтал всю свою жизнь? МОЛИТ На экране сменялись фотографии. В темноте зала лениво переговаривались полицейские. Разговор шел в основном о житейских пустяках. Сидевших в зале мало интересовало происходившее на экране. Лишь изредка возникал профессиональный комментарий. Вот пятилетний Толик в Панамке и в Трусиках стоит рядом с огромной овчаркой. Дело, видимо, происходит на даче. Вот он же, только уже в пионерском галстуке на первомайской демонстрации. Сзади улыбающаяся тетя Вера. Вот Толик в Артеке. Берет автограф у знаменитого авиаконструктора Туполева. Вот Толик, выпускник. Среди парадно выстроившихся одноклассников он отмечен чернильным крестиком. Вот он в обнимку с Евпатием и Аглайей. Все трое хохочут в объектив. Вот он с какой-то девицей в бикини на берегу моря. Сзади пыхтит катерок с отчетливым названием Андрей Жданов. Вот Толик целует Сильвий. Это единственный его парижский снимок, сделанный расторопным Андреем. Нет, не единственный. Вот мертвый Толик на парижском асфальте. Один глаз, видимо, выбит, глазница залита кровью. Другой, неестественно выпученный, удивленно смотрит прямо в камеру. Рука крепко сжимает древко плаката с надписью «Свобода или смерть». В отличие от прочих фотографий любительских или просто поблекших от старости, это выглядит на редкость четкой и выразительной. Делал профессионал. Субтитры создавал DimaTorzok